Динамо 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 имитировал бросок из динамы еще один бросок сходу здесь уже соколов справляется он много раз говорил что не хватает бросков сходу до нашим хоккеистам что это одно из тех один из тех тех технических компонентов которые стоят как бы это получается потому что игроки не ищут позиции для броска не открывать этого что получить шайба потом начинает думать и уже после этого бросать и поэтому и проблема да и вот на суперсерии канада россия молодежной видим очень отчетливо итак динамовцы впереди пятая минута первого периода в атаке гости теперь они уже формы даже гостевой форме очень много стало синего цвета но красивая форма и такая очень красивая надпись динамо на груди вообще президент московского динамо главков это просто такой фанат вот клуба динамо что он все сделал так чтобы исторически и вся история динамо была и на базе и в раздевалке и вот форму он вернул даже ту а как в которой команда играла говорю 40 лет назад насколько это существенно на мой взгляд на сегодняшний день в атаке антон курьянов в браслотную шайбу в зону и какие эстонской команды сумели ненадолго задержаться в зоне не очень удачная была передача исполнение александра свитова новичков оценивать в любом случае можно будет ну уж никак не по первой игре будем хотя были предсезонные матчи но все таки ни в какой сравнении с официальной игрой они не не идут но будет интересно посмотреть на новичков и авангарда и динамо тем более что среди них сразу несколько хоккеистов в прошлом году выступавших в национальной хоккейной лиге а в сайфчике это отдельная тема конечно для разговора будут паузы хотелось бы эту тему сергей иначе поднять потому что в этот сезон безусловно отличается от предыдущих еще и тем что порядка двух десятков хоккеистов из нхл переехали играть в россию среди них есть действительно ну помимо алексея яшина целый ряд игроков ну скажем так которые не являются опять же такими статистами в нхл и часть из них кстати говоря и на льду сегодня тот же свитов согласен с вами наверное наши игроки как бы тот же свитов осуществили свою мечту поиграли в нхл и поняли что надо зарабатывать деньги в россии поэтому и большинство них вернули в конечном счете да нет же в этом ничего плохого если в нхл не получилось к слову говоря александр свитов один из тех хоккеистов возвращение которого в авангард очень высоко оценил сам валерий белоусов сказав в своем интервью он вообще редко дает большие интервью осипов сейчас удален у московского динамо максим осипов пока к сожалению тяжело нам разбираться за что конкретно нарушение просто по той причине что видимо из только с двух или с трех камер показ этой встречи поэтому вот за задержку соперника клюшка объявляет арбитр объявляет диктор по стадиону динамо в меньшинстве остается так вот белоусов сказал буквально следующее я разговаривал со свитовым видел как саш видел как ты играешь в нхл да несколько рывков сделал воткнулся в игрока и все это в общем далеко не то что ты можешь ты можешь гораздо больше и с этой точки зрения белоусов рад его видеть снова в россии надо признать что свитов играл в таламбусе четвертом звене это имел совсем мало игрового времени поэтому его возврат назад абсолютно закономер первая тройка авангарда на льду что очевидно колюжный чубаров и роса на вбрасывании чубаров выигрывает он это вбрасывание роса отправляет шайбу назад на защитников ну и пара защитников первая пара защитников рос лупа щуп канадский защитник 81 первый номер о нем тоже чуть подробнее попозже мы поговорим очень не нестандартная фигура ну вот кто играет с ним опять-таки в первой паре защитников сейчас разберемся колюжный шайбой и передача на пятачок на пятачок накатывался чубаров но не дали ему бросить поворотом теперь шайба выброшена выброшена по-моему бабчук вместе с ним играет 33 да этот парень обладает сумасшедшим броском вот у него тоже так не заладил с карьера явно но он был составе команды каравана но не играл финальной серии вот росла пасчет на ваших экранах здесь поигравший в нхл кокеиста поигравший не только в нхл но и в европе отнюдь не безуспешно попозже когда будет пауза в этом можно будет поговорить поподробнее сейчас в атаке по-прежнему хоккеист омского авангарда бросок сойдет поворотом и что засчитывает шайбу сидя этой встречи рукой поймал шайбу игрок авангарда но успел опустить ее на лед да никаких сомнений нет что шайбу не засчитают может быть для ради интереса и кадр пойдет просматривать наверное решение он уже принял это кстати был александр свитов по-моему он дальней шланги находился сейчас мы еще раз надеюсь посмотрим этот эпизод нет партнер его по звену никитин до защитник никитин опять здесь не успела камера будем полагаться на решение файла кадры что касается изменений в составах некоторые из них вы наверное уже услышали это я антон бабчук это и рос лупащук это и александр свитов что касается ну авангарда наверное да ну евгений артюхин про которого мы опять-таки тоже сказали но что касается динамусов то составка по сравнению с прошлым годом заметно усилился очень неоднозначная фигура судя просто по тому как развивается карьера федора федорова много про него можно было слышать очень хороших слов по поводу его таланта вот этот эпизод что скажете интересно успел ли никитину все-таки коснуться шайбы перед тем как на письме до линии ворот не видно отсюда было ну сейчас арбитр посмотрит и примет решение в любом случае так вот федор федоров в любом случае в составе он был очень неплохо на пресезонных турнирах в швеции стал лучшим бомбардиром команда динамовцы выиграли там фестиваль хоккея турнир так называемый под названием фестиваль хоккея помимо этого это джейми ландмарк очень любопытный хоккеист про которого опять же попозже мы поговорим подробнее это дмитрий афанасенков игрок с серьезным очень хайловским опытом это швейцарец эрик ландри выступавший кстати в свое время тоже в нхл а затем поигравший в фрицарии последние сезоны ну и плюс те кого я уже назвал это алексей трощинский вернувшийся из авангарда и кого-то может быть я не назвал а и виталий ечменев то есть более чем значительное усиление хотя владимир крикунов вот опять же в интервью сказал что и это еще не все мы бы хотели и большего но к сожалению настолько дорого сейчас все это стоит да что не удалось усилиться до конца настолько насколько хотелось бы но и так усиление динамы выглядят но у них уже и так лимит легионеров исчерпан поэтому уже внутри страны практически невозможно невозможно найти игрока который был свободен и классный настолько чтобы усилил бы динаму шайба не засчитана тем временем обратите внимание по-прежнему авангард в большинстве рафаэл кадыров не засчитал заброшенную шайбу значит ваша первоначальная версия была верной шайбу все-таки нехитин ловил а уже верни ловил на клюшку тогда когда шайба уже была в воротах стучит максим соколов кружки по льду а что здесь удаление удаление со стороны авангарда не знаю будет удаление или нет просто трачинском показалось что здесь не жестко атаковал вратаря свитов а хотя мне кажется сам подставился там еремеев какой-то момент руку поднял арбитр ну давайте еще раз посмотрим вот и имеют шайбой ну во всяком случае столкновение было между ним и свитова да свитов удален рафаэл кадыров расценил этот эпизод как атаку игрока не владеющего шайбой и теперь динамовцы будут играть в большинстве хотя ну вот сейчас видимо сядет да на скамейку калюжный и будет четыре игрока в составе авангарда давно мы не видели свитова и тем интереснее будет кстати помимо прочего еще и посмотреть насколько вырастет конкуренция за попадание в состав сборной до этого еще в общем далеко если иметь чемпионат мира но все таки ну мне все таки кажется что стиль свитова не совсем соответствует тому чего бы хотел чтобы хотел видеть быков это жесткий нападающий но не комбинационный динамовцы играют большинстве передача назад и теперь последует нет последует передача на защитника одно плохо в этой форме очень маленькие номера сразу очень трудно определить он сейчас выезжает на пятачок игрок динамо вижу только в час олега ореховского под восьмым номером восьмой номер алексей трощинский тоже опять таки по моему это евгений артюхин да здесь силовой прием похоже что драка еще после этого завязывается да ну ну евгений артюхин то чем вы говорили прием аля скотт стивенс что произошло удалили евгений артюхина хотя на повторе хорошо видно что а обоюдно тогда значит просто за уже то что произошло после ну как раз два парня которые наверное за сезон будет иметь больше 100 минут штраф посмотрим то как это скажется на результативности игры самого авангарда бросок от синей линии забирает шайбу максим соколов ну могу одно сказать что по крайней мере лидеры авангарда будут в этом сезоне защищены сто процентов потому что и филитов и артюхин это очень очень жесткие игроки ну вот назвал их сказал что не хватило жесткости а в особенности в плей офф белоусов его команде и что именно поэтому вот именно с этой точки зрения с точки зрения усиления жесткости была проведена селекция бойцы были приобретены бойцы с точки зрения характера а не с точки зрения функции на площадке выброшено вылетела шайба на пятачок но здесь не последует никакой атаки и контратаки вряд ли тоже калюжный по правому флангу подержал шайбу время убил ее еще надо отобрать ее еще и не отобрали хоккеиста динамо калюжный по прежнему с шайбой вот только теперь удалось ее отобрать и теперь динамовцы уже переходят в свою атаку чистый выход 2 в 1 не получится и здесь здорово сыграл защитник успел назад наверное все таки Харидону надо было бросать поворот потому что защитник играл бы с дальним и вот мы как раз вот говорили о качестве бросков и наверное просто Харидон не уверен абсолютно что он может сурпозицию забросить поэтому непросто при том что играл Харидон в свое время тоже в МХ еще одно удаление сейчас будет удаление теперь будет по идее у хоккеистов динамо динамовцев да он играл кстати мог бы и продолжать там играть но просто не захотел в начале сезона он не попадал в состав на какое то время не выдержал ее удаление в составе динамо теперь хоккеисты авангарда уже будут иметь численное преимущество за задержку соперника клюшкой удален у динамовцев Ренат Мамашев опять же ориентируюсь я в данном случае на объявление судей информатора диктора по стадиону вбрасывание в зоне Виталия Еремеева 1-0 напомню динамовцы выигрывают правда до сих пор неизвестно нам кто стал автором заброшенной шайбы Федор Федоров вот теперь появилась информация говорили мы про него Федор Федоров с передачи Геннадия Разина забросил первую шайбу у динамо в этом сезоне Никитин передача на второго защитника там на позиции защитника находился нападающий вместе с Никитином играет Антон Бабчук вот он на синей линии расположился как и в прошлом году играет авангард по схеме с одним защитником в большинстве не получается бросок у Бабчука ну да там Рибыкин обладал очень мощным броском а здесь будет использоваться Бабчук и все на пятачок опять мы уже отмечали что это проблема как бы наших клубов у нас нет центральных нападающих которые могли бы здорово бороться на пятачке поэтому многие вот в том числе авангард используют схему когда один защитник едет на пятак и закрывает батарея борется там ну то есть число на данном случае уже а не умение берут еще одно удаление у Динамо за задержку соперника Клюшко опять тот же самый жест арбитра и сейчас динамовцу будет конечно тяжело пять на три Александр Харитонов один из ветеранов Динамо несколько раз удалось вот так достаточно длительный период общаться с Сашей честно говоря очень приятное впечатление оставляет этот человек просто по своим чисто человеческим качествам и боец и приходилось видеть как он с травмами играет и в том числе и на олимпийских играх в Турине вбрасывание в средней зоне вышла шайба из игры и выиграли вбрасывание хозяева хоккеиста авангарда ну и посмотрите минуту будут играть пять на три хозяева ну и потом еще некоторое время если не забросят пять на четыре вышла шайба на пятачок выскочил неудачно выбрасывал ее хоккеист Динамо Лупащук делает передачу в угол площадки по моему первой звеной бросок по воротам Снова Лупащук шайбой передача на Калюжного Калюжный налево Чубаров один на пятачке и бросок опять от второго защитника следует и снова к Лупащику приходит шайба Авангарду не надо спешить это абсолютно неоправданный бросок у нас в чемпионате очень острая как бы проблема разыгрывающих защитников плеймейкеров так называемых вообще практически их нет и вот поэтому появляются защитники типа Лупащука которые могут здорово играть большинством Ну вот сейчас вернулся помимо кстати него еще и Олег Твердовский в России на него тоже можно рассчитывать наверное как на одного из тех самых плеймейкеров Я бы его не назвал таким плеймейкером он скорее атакующий защитник Ну вот можно бросать сейчас бросок по воротам отбивает Еремеев шайбу и еще один бросок Еремеев парирует когда Виталий ловит кураж с ним бороться очень трудно многие кстати с этим сталкивались Ну я бы его назвал самым стабильным батарем нашей суперлиги всех лет Я вспоминаю сразу матч Казахстана на Олимпиаде когда бросали из всех положений он отбил все что только можно здесь не будет удаления игра по-моему не остановлена и остается 5 на 4 уже Авангард не удалось реализовать большое преимущество снова Антон Бабчук за воротами К слову ведь при игре 5 на 3 вывести защитника на бросок с убойной дистанции не самый плохой метод реализации Согласен и в принципе наверное и построена была игра Авангарда вот в этой составляющей Выходит шайба в зону даже Авангарда Бабчук делает не очень удобную передачу придется вернуться за ворота оставляет нам шайбу партнеру вместе с ним играет вот сейчас Денис Денисов шестой номер и вброшена шайба в зону но по-моему проброс и вбрасывание будет у ворот Максима Соколова Ну что вот прошло сколько пол периода так по даже больше чем пол периода на ваш взгляд с точки зрения преимущества одной команды над другой как вам нравится Динамо как вам нравится Авангард Ну пока Динамо в атаке ничего особенного не показало просто потому что они очень много в меченстве играла ну в общем-то равная игра хотя бы по количеству бросков безусловно Авангард превосходит на данный момент А вот по качеству Сложно сказать за вот 14 минут игры качество еще все-таки это осенние такие пока Да кстати с этим мы тоже обязательно столкнемся сейчас на этом этапе при том что чемпионат очень длинный почти 60 туров будет сыграно 60 матчей только в регулярном чемпионате 57 ну почти 60 конечно сейчас делать выводы о том кто насколько силен рановато вот Динамовцы входят в зону бросок с неудобной руки и немножко завозился здесь шайбой Евгений Дубровин большая команда Авангард она и в прошлом году была большая и сейчас стала по-моему еще больше чем была эдакий российский аналог Филадельфии флайерс получается но все равно ударное звено у них очень играющее два пожалуй звена очень играющее и очень габаритные защитники даже в первом звене ну ведь в этом определенного рода стратегия Валерия Белоусова год от года в этом смысле авангард не становится быстрее он становится мощнее в первую очередь или я немножко категоричен в этом смысле но в плане иметь в виду мощь именно габаритных игроков даже удивительно хотя ведь тоже в общем то Белоусов любит играющих игроков можно сказать ну видимо он считает что их и так достаточно сейчас в команде действительно они есть их меньше не стало сейчас еще давайте вспомним что нет Черепанова который и он травму получил в играх в суперсерии и не знаю вот сейчас насколько тяжела эта травма но насколько я знаю его заменил Сергей Немчинов в составе сборной а значит он скорее всего просто лечится бросок поворотом с близкого расстояния не доходит шайба до Виталия Еремеева и очередная остановка игры судя по всему опять удаление у динамовцев да так есть управляется на и опять вся все тоже та же самая формировка за задержку соперника клюшки Вашеткевич да вообще такое удаление интересно и опять Свитов героя эпизода что-нибудь интересное ну Свитов головы на полторы по-моему выше чем Вашеткевич да не ну так кажется просто у него такая посадка очень высокая стойка мне кажется что он выше чем есть на самом деле очень близко подъезжает опять вот этот самый второй защитник у авангарда обратите внимание Никита Никитин сейчас он с правой стороны находится бросок по воротам мимо ворот прилетела шайба или отбил голкипер снова Бобчук передача налево Попов сейчас второе звено у авангарда на льду Попов, Свитов и Курьянов видимо Курьянов да вместе с ними ну и пара защитников Никитин Бобчук Бобчук 33-й Никитин 3-й Долго Вапфут держал шайбу за воротами сделал передачу на Россу появилось первое звено Чубаров отдаст видимо шайбу сам сейчас поедет вновь на пятачок нет сместился он сейчас к левой штанге обыграл защитника и выложил шайбу на пятачок но там Трачинский здорово действовал успел выбить шайбу он то знает наверное эту комбинацию ну наверняка он играл в другом звене и поэтому очень хорошо знает куда и будет делать передачу не удалось не удалось войти в зону поборолся колюжной шайбой заканчивается штрафное время и под бросок выложенной шайбы не попадает в створ ворот по-моему лупащук корпус не развернул ему пришлось бросать одними руками хотя позиция была идеальная для завершения даже на такой небольшой скорости авангард создает угрозы у чужих ворот в большинстве сейчас наросу не прошла передача стоял он по сути один на пятачке и вот сейчас шайба выброшена в полном составе московская Динамо остается играть две с половиной минуты до конца первого периода шайба Федора Федорова по-прежнему остается единственной в первом периоде еще один момент сейчас уже Евгений Артюхин выходил с левого фланга извиняется он по-моему сейчас перед Еремеевым огромный конечно 118 килограмм согласно статистике ну да меня удивляет почему Клементьев так мало в большинстве играет у Амичей это вообще ну лучше безусловно украинский атакующий защитник и который здорово действительно может пас отдать и бросать потому что все команды которые он играет он все время в большинстве много выходит не очень удачно получилась передача на Чупина но тем не менее осталась шайба у Динамовцев вбрасывает ее защитник в зону ну и здесь Динамовцы не успевают уже побороться за нее в принципе сегодня встречается как бы команда атиподой по стилю резко контратакующая Динамо и команда которая играет очень много позиционного нападения в ангар в давлении такое да? нет они не давят они просто контролируют шайбу в зоне соперника именно владеют и не бросаются при первой возможности стараются вывести партнера на удобную позицию ну это действительно Белоусов тренер известен как раз большой любитель хорошей игры в пас качественной игры в пас и в этом смысле насколько я знаю большой антагонист как раз НХЛ именно за то что по его мнению много раз он об этом говорил там временами игра как раз построена на хороших технических приемах с точки зрения модели игры вот как он сказал она достаточно разно такая вариативная разнообразная ну я вообще с этим категорически не согласен надо просто просто наверное у Белоусову нет времени смотреть национальных хоккейную лигу может там столько разных команд конечно и можно убедиться что в комбинационном хоккее очень много и что опять же мы если возвращаться к молодежной команды мы видим исполнение команды на маленьких пространствах выбрасывание в средней зоне на вбрасывании Алексей Будюков выиграл он это выбрасывание ну и вот Федор Федоров 81 номер как-то связано вы не знаете вот то что у него 81 номер с точки зрения вот как здорово сейчас прошел здорово просто здорово сыграл Федоров ну в стиле своего старшего брата ну в принципе они внешне очень похожи и манеры кататься очень похожи талант конечно огромный вот пока пауза пока мы будем смотреть повтор я хотел бы вас спросить я этот вопрос заготовил заранее очень много приходилось слышать от разных тренеров о том что младшие братья таких хоккейных династий иногда по таланту даже старших превосходят нет Сергей Федоров про Федора Федорова ну может быть техническая оснащенность Валерий Буре был сильнее чем Паша но насколько быстрее ну да старший Буре здесь как бы для меня например Сергей Федоров это практически идеальный хоккейс поэтому превзойти его сложно но сейчас если он видел шайбу если еще Сергей не уехал из Москвы на предсезонные сборы уже своего клуба я думаю что он порадовался дубль Федора Федора в первом первом же матче роскошный второй гол и продолжается атака и по-моему это все он же сейчас был да это все все он же Федоров он и по фактуре конечно похож тоже высокий но мощнее чем у Сергея и больше и тяжелее заканчивается первый период заканчивается он победой московского Динамо со счетом 2-0 благодаря двум шайбам Федора Федорова таким образом московские динамовцы выигрывают со счетом 2-0 трудно сказать пока с точки зрения командной игры кто преуспел больше но коли динамовцы выигрывают значит их тактика в данном случае сработала мы пока еще не уходим из эфира по окончании первого периода можем посмотреть и на статистику да коэффициент полезного 10 у Динамо выше конечно из 6 бросков 5 в створ и 2 из них это заброшенные шайбы авангарда 13 бросков меньше половины в створ и при этом шайб заброшенных нет и в большинстве они играли больше но шайба в большинстве зато Динамо забросила да то есть и в этом компоненте динамовцы оказались эффективнее пока своих соперников в единственной шайбе в большинстве 10 минут против 6 штрафного времени у Динамо только по вбрасываниям вот превзошли хоккеисты авангарды это конечно важный критерий важный фактор но тем не менее ну как и по броскам в принципе да и по броскам ну в общем то я думаю что 2-0 это все таки не по игре несколько неожиданно и да действительно меня авангард немножко удивляет потому что они на презентационной подготовке очень здорово выглядели а вот сейчас ну такой игры пока не видно за счет чего они будут превосходить Динамо по слову говоря вот вы сказали про предсезонные сборы я посмотрел статистику авангарда Салават Юлаев чемпионы в предсезонных турнирах эти команды держали больше всех побед почти не проигрывали в том числе и своим российским коллегам по чемпионату почти все матчи выиграли по моему авангарда что-то два или три поражения три поражения Салавата два Салавата но Игорь больше Салавата много пробел ему конечно надо было просто Михалёву просто надо было разобраться составом и для этого они сыграли ну чуть ли не больше всех игр ну у них и наверное с точки зрения изменений в составе более я же говорю что просто состав Уфы изменился но я думаю что на 75 процентов хотя как показывает практика далеко не всегда гарантирует конечный результат но тем не менее такая глубина состава какая есть у уфимской команды сегодня такой резерв огромный что здесь уже как распорядятся так наверное ну многие до начала чемпионата отдают ему первенцы ну что же на этом первый период подошел к концу 2-0 впереди московская Динава в матче против омского авангарда начинается второй период на арене Омск на новенькой арене в Омске где местный авангард принимает московская Динамо счет на ваших экранах московская Динамо несколько неожиданно потому что при равной игре но с другой стороны с точки зрения реализации моментов вполне заслуженно выигрывает у омского авангарда со счетом 2-0 обе шайбы забросил Федор Федоров одну в большинстве а вторую после индивидуального очень красивого прохода прорвавшись через центр очень здорово 81 номер Динамо забросил вторую шайбу Рафаил Кадыров на ваших экранах главный судья этой встречи начинается период ну а пока он начинается назовем вам результаты двух матчей которые уже завершились к этому моменту Хабаровский Амур у себя дома на старте сезона переиграл Казанский Акбар со счетом 3-2 ну а Новокуснецкий Металург также у себя дома уступил Череповецкой Северстали 1-3 ну и вот начинается второй период матча вновь неспешно начинается ну и Шайба Артем Чубаров переводит шайбу вперед Калюжного сразу встретили в центральном круге передача налево но Будяков вперед не пошел вот видимо первое звено все-таки таким образом выглядит видим мы здесь Будякова видим мы здесь Федора Федорова я думаю что это Крикунова тактическая в общем-то идея чтобы вот это звено Будяков потому что не секрет что Алексей Будяков один из лучших таких центральных подач которые очень здорово играет в обороне и поэтому вот они как раз разменивают эти звени ну размен в данном случае в пользу Динамо еще и потому что это звено еще один опаснейший момент ну здесь конечно не хотел врезаться в Соколова игрок московского Динамо тем более что еще и повреждение какое-то по-моему он получил и претензии в данном случае к защитнику непонятно кстати почему упал Федор сейчас посмотрим еще раз повтор снова это был Федор Федоров да там конечно подножка была с защитниками в принципе очень глупо вот это мы смотрим вот сколько мать и защитник толкает нападающего на собственного вратаря то есть рискует травму получить не только нападающего но и собственный вратарь Сергей Клементьев это кстати говоря был ну в принципе его так объехал довольно легко федор Федоров да сегодня он вообще на старте сезона он просто хорош вбрасывание в зоне омского авангарда Рослу Пащук получает две минуты как нам сообщают организаторы этой трансляции но вот во всяком случае казалось что это был другой защитник да и ты на экране был Клементьев ну так или иначе две минуты по всей видимости будут вот Евгений Шастин не может понять что там за решение и пауза образовалась да вот такое название московского Динамо можно было раньше прочитать только вот на кинохронике старой 40 лет назад они в таких федерах играли Антон Курьянов на ваших экранах сдвинуты ворота вот мы видим что там поврежден оказался только для ворота поэтому такая задержка техническая ну и пока задержка назовем вам какие еще встречи сегодня играются Салават Юлаев ЦСКА эта встреча начнется в 17.00 по московскому времени Толятинская Лада принимает Нижегородская Торпеда Магнитогорский Металлург встретится с подмосковным Химиком эту встречу наш канал покажет Челябинский Трактор играет против Санкт-Петербургского СКА эта встреча уже началась там счет 0-0 Новосибирская Сибирь встречается с Ярославским Локомотивом по предматчевым раскладам хоккеисты Новосибирской Сибири были ну если не фаворитами то уж во всяком случае играя дома они всегда сильны но там счет 2-0 уже в пользу гостей в пользу ярославской команды Михнов и Чурилов стали авторами заброшенных шайб ну и еще две встречи я не назвал Московский Спартак Ре дебютирует скажем так в российской хоккейной суперлиге матчем против хоккейного клуба МВД ну и Витязь будет принимать Нижнекамский нефтехимик вбрасывание в зоне Максима Соколова сейчас посмотрим последовало ну удаление это последовало судя по всему только вот не лупа щека вероятнее всего а Клементьева если если наши глаза нас не обманывают так или иначе в большинстве Московская Динамо динамовцы выиграли вбрасывание сразу завладили шайбой в зоне соперника и бросок следует по воротам мимо ворот по-моему проходит шайба и здесь немножко завозился шайбой защитник даже не защитник это Алексей Чупин на месте защитника и выброшена шайба из зоны еще полторы минуты динамовцы будут играть в большинстве и здесь еще раз нужно будет в зону входить очень легко это получилось у Александра Харитонова передача вперед Харитонов отбрасывал шайбу назад но здесь ситуацию контролировали в данном случае Александр Попов не стал не стал тертышный бросать поворот он решил немножечко времени убить ему это в общем-то удалось ну динамовцам сейчас уже нет наверное никакой необходимости форсировать игру ну в большинстве все равно неплохо было бы забросить еще одну шайбу но пока очень неважно динамовцы действовали в большинстве вход зоны состоялся брошены шайбы в противоположной площадке но там никого из динамовцев не было и придется вновь начать от своих ворот нет удаления нет последствия это Алексей Дросинский подножку удалил ну что поборолся здесь Евгений Артюфин Рафаэл Кадыров поднимает руку достаточно большое количество удалений собственно по первому периоду вы были абсолютно правы сказав что игры-то от Динамо скажем мы почти не видели просто потому что динамовцы очень редко играли в равных составах ну десять минут штраф да и вот Алексей Трощинский капитан московского Динамо как его освистывает публика вы слышите человек защищавший цвета авангарда ну он до этого достаточно долго играл и в московском Динамо ну а мячам то это знать не хочется и помнить не хочется они помнят Трощинского как какие со своей командой четыре на четыре но уже через двадцать секунд с небольшим появится на льду оштрафованный хоккеист омского авангарда и мячи будут играть в большинстве уже не удастся никакой атаки вероятнее всего организовать но есть еще время на вход в зону в брошена туда шайба поехал за нее бороться Горошанский и шайбу потеряли динамовцы впрочем не лучшим образом сыграли здесь и хоккеисты Омска это проброс вбрасывание в зоне Максима Соколова теперь динамо будет уже играть в меньшинстве там остается там две секунды да так что это вбрасывание им на пользу безусловно в какое-то время безусловно авангарда уйдет на то чтобы войти в зону Горошанский справа от него Мирнов вот тут сейчас как раз вступил в борьбу и авангард тем временем играет в полном составе но здесь Мирнов шайбу отобрал еще теперь некоторое время его поддержит отыграл ее назад защитнику и теперь уже шайба выброшена еще раз в зону Соколова ну и хоккеисты авангарда тоже не особенно торопятся первое звено у них на льду вошел в зону Павел Россо в принципе на предсезонных раскладах говорили что это звено может сосать конкуренцию ударного звеного Акбарса по результативности на всяком случае в регулярном чемпионате потому что ну так забегая вперед как раз первое звено Акбарса в плей-офф уже не так заметно как на протяжении регулярной части сезона удалось ему болезнь Морозова но там болезнь Морозова сказала согласен Лупощук и по-моему Клементьев вместе с ним появился во всяком случае был он некоторое время назад на льду или уже поменяли пару защитников ну а первое звено ударное звено остается на льду авангарда до этого выбрасывания прижимает шайбу ко льду Виталий Еремеев когда вы говорили о том насколько много делается руководством Динамо для того чтобы вернуть в команду и традиции и насколько заинтересованы руководство Динамо в успехе своей команды я сразу вспомнил что и сам Владимир Крикунов тоже очень много хорошего говорил об этом новом сезоне Никитин подставленный хрюшка но как-то вяло и шайба не доходит тоже до ватаря Никитин бросок или пас на дальнюю штангу но там не успели подставить не готовы были потому что шайба так пойдет безусловно у московской Динамо огромная амбиция и в этом сезоне уже мне кажется они все таки будут выходить на очень высокий уровень оба тренера тренера победителя оба тренера себе других задач кроме как победы не ставят вошли Динамовцы в зону они уже в полном составе тем временем как-то очень незаметно пролетел вот этот вот отрезок времени когда играли в большинстве амичи ничего абсолютно не создали за это время вот кроме этой острой передачи которую Попов не замкнул на дальней штанге Никитин за своими воротами пять минут тем временем сыграно во втором периоде вот он Федор Федоров вновь не получается входит в зону а вместе с ними играет Виталий Ячменев Виталий Ячменев Федоров и Будяков это очень мощное звено случайно они микроматч выиграют 2-0 и вот в каждой смене вообще-то они имеют преимущество у нас уже на самом старте гасится атака авангарда в положении дни игры тренерский штаб на ваших экранах московского Динамо Адибир Кликунов на переднем плане там Михаил Шталенков на заднем плане был не поехал он со сборами видимо все в номере посмотрим здесь мы видим тренерский штаб Рандберда, Григоркин, Белаус как-то приходилось от вас слышать о том что Шталенков наверное один из лучших тренеров в Виталии сегодняшний день да? я могу сказать так что может быть единственный тренер который реально знает как надо играть в современной манере из тех кто в общем-то работает с Виталией опять Федоров ушел от одного защитника второй его все-таки заблокировал но тем не менее атака-то продолжается Ячменев с шайбой по-прежнему он контролирует шайбу оставляет ее Федорову продолжается атака Динамо Динамо лучше двигается Динамо быстрее в чужой зоне Ячменев вот только теперь удалось его прижать к борт но шайбу там по-прежнему не потерял и уже помогает ему на дальней штанге вот туда Будюков сместился и прострел вдоль ворот целиком звено сейчас у Динамо которое состоит из новичков этого года но зато хороших новичков ну пожалуй разин наверное чуть-чуть уступает им вот мастерстве вы имеете ввиду звено которое сейчас появилось да 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 ну вот у Федоров Ячменев Бадюков Трощинский и раз еще одно удаление на этот раз по-моему у хоккеистов Омского авангарда хотя игра была остановлена когда шайбы был по-моему Дмитрий Афанасенков но сейчас посмотрим какое решение примет Кадыров Дмитрий Афанасенков остается на льду вернее выходит на лед других хоккеистов Динамо да удален Денис Денисов защитник за удар соперника клюшкой ну а на вбрасывание Александр Горошанский выиграл он вбрасывание Мирнов передача назад снова Мирнов получает шайбу и прострел вдоль ворот следует прижимает шайбу Максим Соколов может быть где-то проще даже разыгрывают шайбу Динамовцы в большинстве но быстрее гораздо ну наверное в этом сочетании как раз они рассчитывают на то чтобы сделать как можно быстрее бросок то есть не очень много передач но нет 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 это вывести на ударную позицию я думаю что все-таки здесь большую часть атак завершает должен Игорь Мирнов это один из немногих наших кистов у которого великолепный бросок кистевой и все насколько я понимаю он воспитанник Динамо во всяком случае вообще-то он из щиты но он коренной воспитанник московской школы Динамо вбрасывание вбрасывание в зоне авангарда и остается на льду все то же самое звено москвичей выиграл вбрасывание вновь Александр Горошанский сделал передачу назад Мирнов и здесь уже защитник с ним справился выбрасывая шайбу из зоны причем удачно достаточно это сделал и нам все потратят много времени на то чтобы вообще по-моему не похоже это вот да и как вы считаете на чистый силовой прием и больше напоминает подножку ну он попытался подкатиться наверное это все это было скорее всего Ореховский вообще это он славится такими силовыми приемами ну там перепрыгнул нападаешь поэтому там таковой силовой приемы не получилось ну да получается что он просто зацепился за игрока Динамо атакует какие-то омская команда Чубаров еще минуту играть Динамо в большинстве Клементьев вновь Чубаров и Чубаров делал прострел но на эту передачу еще колюжный не вышел Неплохо в мячнице действует мячи да даже сами создают угрозу чужим воротам устал Мирнов очень долго на льду вот это сочетание сейчас по всей видимости последует смена ну мне кажется еще Харькунов не определился как бы с теми звеньями которые будут в большей части играть вот появился Александр Харитонов прострел прекрасный на дальнюю штангу такой не прострел а передача диагональ такая получилась но у меня есть ощущение что проблемы в большинстве испытывают абсолютно все наши команды за исключение может быть первого звена Акбарса но мы сегодня увидели что и у них не все получается они много играли в большинстве но чего-то очень позитивного не смогли создать еще одна остановка игры во втором периоде их побольше чем в первом тем временем новосибирская Сибирь одну шайбу отыграла у ярославцев играя у себя дома 1-2 там счет проигрывает Сибирь на своем льду ну а в остальных матчах вот теперь уже 2-2 теперь уже еще одно обновление новосибирцы сравняли счет ну а тем временем в полном составе авангард и сразу же контратака попов передача назад вновь не успевает камера за действиями игроков при том что игра то в общем далеко не самая быстрая пока идет все-таки новая арена еще операторы не совсем разобрались как-то лучше показывать в прошлом году нечто подобное было в Череповце я очень хорошо помню сейчас выброшено нет не выброшена шайба вот только теперь уже через пас сейчас Будяков Динамовцы очень выгодно вот в таком темпе проводить игру 2-0 ведут и вот такой вязкий хоккей который в общем-то не дает показать свои козыри авангарду Федоров Попов выделил него шайбу и что и Динамовцы вновь ее контролируют Ренат Мамашев во всяком случае если не шайбу контролируют то ход игры контролируют сейчас Динамовцы вот на этого хоккеиста нет это Максим Осипов интересно было бы посмотреть на Джейми Ландмарка 71-го номера пока вот он ничем абсолютно себя не проявил даже и мы не видели практически его ни в каком виде но за Осиповым тоже очень интересно смотреть это как раз один из дневной хоккеистов Динамо может к сожалению но очень хитрый и очень техничный который в общем-то вот такую импровизацию вносит в Динамовскую игру ну не так много видимо он проводит время на льду да его замучили в прошлом году травмы а так когда он в форме он очень опасен хотелось бы действительно на него посмотреть хотелось бы посмотреть на игру остальных звеньев и вновь Динамовцы побыстрее и вновь успевают они навязать борьбу даже после проигранного вбрасывания вот только сейчас шайба выброшена из зоны и переходит в атаку хоккеиста авангарда здесь ничего не ну вот может нет шайба очень хорошо отскочила для Александра Свитова обыграл он один в один но он не удержался на ногах ну вот мы же говорили о том что он очень высокой стойке играет да поэтому ему не просто в общем-то подрабатывать ногами и после таких единоборств ну остаться на контракт может быть сейчас немножко заведутся хоккеисты авангарда Артюхин входит в зону шайбу теряет остается она Свитов а эту передачу делал он назад на партнера но партнер уже уехал оттуда Мирнов положение вне игры еще одно вбрасывание еще одно вбрасывание середина так по прикидкам наверное середина второго периода потому что нет у нас секундомера горошанские набрасывания против него Евгений Хацей по-моему был третий звень сейчас это и подход в общем-то как бы к игре несколько отличается у Белоусова и у Киркунова но Киркунов старается чтобы все звенья играли примерно поровну и максимально чтобы темп поддерживать Белоусова в общем-то старается выпускать ударные звенья почаще ну ты сделал ставку на лидера безусловно только в север-американской сети Вашеткевич Вашеткевич удален на две минуты Сергей Вашеткевич опять-таки один из очень опытных хоккеистов и тоже если я не ошибаюсь великолепный сезон он провел в прошлом году и скажу что это оплот обороны московского Динамо действительно такой Динамо будет Динамовцы вообще переживали вот эти вот вот это время достаточно тяжело после победы в чемпионате России наступил такой тяжелый финансовый кризис в котором много писалось и вот сейчас они из него вышли много было страданий у поклонников московского Динамо Мне кажется сейчас Динамо один из самых благополучных клубов в финансовом плане Да, многое сменилось в московском Динамо ну и вот сейчас практически новые владельцы Да, новые владельцы Ну а сейчас в атаке Авангард прерывает передачу защитник передачу на пятачок и выброшена шайба из зоны смена составов и нет только по-моему у Динамовцев остается на льду первого звеного Авангарда Тяжелым таким выглядит Авангард в сегодняшней игре и вот даже как бы первый звенок действительно мастера такие классные собрались мы пока ничего не показывали Осенний хоккей как вы сказали сейчас всегда в таких случаях многое наигрывается но с точки зрения зрелищности игры я думаю что далеко не все матчи сейчас будут именно этим славиться но в любом случае будем мы привыкать бросок по воротам лупощук бросал и что и шайба влетает в ворота таки затолкали по сути дела и туда фоккеиста Авангарда посмотреть бы повтор конечно вот с этой камеры таким образом шайба оказалась в воротах но радость у игроков Авангарда большая все равно защитники обязаны были помочь вратарю в этой ситуации она шайба подлетела и должны были не дать никак добивать смотрим повтор посмотрим сейчас повтор лупощук набрасывал шайбу туда на пятачок а вот что с ней было дальше с этой камеры было сказать трудно подставлял клюшку к лимитев ну и просто потом она уже от рикошетив от всего уже там от ног от клюшек в конечном итоге по-моему туда и залетел там взялась в воздух ну Заболотнев обязан был помочь вратарю в принципе он и видел шайбу и рукой мог выбить и клюшкой но не успел Сергей Клементьев о котором Сергей Татьянович Гимаев говорил в первом периоде что его мало используют нет нет он сейчас постоянно в большинстве выходит именно в этом сочетании и в принципе он так и должен играть в первом звене его для этого и приглашали и если посмотреть статистику Клементьева она каждый сезон великолепна в какой бы команде он не играл ну а Руслопачук заработал свое первое очко в чемпионат России в хоккей в российской суперлиге Вбрасывание Бадюков против Курьянова выиграли вбрасывание хоккеистом Томского авангарда но тем не менее сразу прессинг в зоне в исполнении первого звена один аутсов Федор Федоров попадает в конек нападающему шайба выходит из зоны ну может быть чуть повеселее сейчас пойдет игра очень хочется чтобы авангард в первую очередь прибавил тогда на встречных курсах мы игру увидим положение вне игры получал уже Федоров находясь шайба находясь уже в зоне соперника 2-1 да теперь совсем другой будет в общем-то рисунок игры потому что проиграть 2 шайбеля это большая разница да и вообще наверное авангарду проигрывать матч сразу вот так вот у себя дома Динамо не знаю они всегда играют это очень интересные игры все последние сезоны как бы у них уже не историческое но может предстоять состоит постоянно потому что очень много игроков московского Динамо переходило в Омск и вот такие миграции которые были постоянные тертышный шайба и передача на пятачок а уже проехал партнер его на дальней штанге и вот Динамовцы контратакуют небольшими силами и не проходит передача здесь Никитин легко ее перехватывает шайбу и по левому флангу Курьянов против него защитник атака замедлилась но тем не менее вход в зону состоялся Никитин очень прибавил Ох какой перевод на пятачок и здесь спасает ворота Еремеев но дальше удаление безусловно там ничего не оставалось как взбивать нападающего поразевались Движнули ну конечно один передворотный оказался и имел возможность перебрать шайбу хотя удивительно что оказался шайб оказался на упадающего не на крюке в этой ситуации не успел он развернуться бросался неудобно на руке Полухин удален молодой парень очень способный ну вот мы видим как раз он изъявнул на пятачке ну и вбрасывание теперь в зоне Виталия Еремеева 2-1 авангард проигрывает и может ситуацию сразу же вернуть к равновесию две шайбы в первом периоде пропустили посмотрим чем нас порадует второй период с точки зрения заброшенных шайб по дну шайбу уже отыграли Сергей Клементьев подставил клюшку несколько курьезная шайба получилась но тем не менее вышло так как вышло изменился счет еще в одной встрече вновь Ярославский локомотив вышел вперед Рэнди Робитайл забросил между прочим шайбу с передачи Ткаченко Алексея Яшина вот собственно наверное самое интересное звено в составе Ярославского локомотива по сути зрения новичков и Рэнди Робитайл соглашусь и вообще мне очень интересно будет как стабильно и как мощность может сыграть Яшин в этом году и вообще мне кажется что много говорят о фаворитах но очень недооценивать Ярослава единственное мне кажется проблема с Артарем может как-то помешать локомотиву и выступить очень сильно ну а у нас авангард играет в большинстве и продолжает контролировать шайбу в чужой зоне Климентев вновь едет на пятачок передача назад Калюжный завелись и трибуны новенькая арена Омск Лупащук еще один наброс еще одно добивание Росса дважды добивал шайбу но Еремеев сыграл здорово второй раз Росса не попал по шайбе да причем второй раз Лупащук не бросает он набрасывает как бы шайбу да кистевым таким кистевым броском я все время ожидаю от него мощного броска как от всех канадцев но у него и даже не у всех канадцев есть мощный бросок ну да скорее тут все равно должен Климентев бросать вот у кого уж действительно классный бросок вот в этой пятерке это именно Климентев и в принципе тогда он играл в МВД или в Акбарсе или в Монтогорск он в общем-то не ездил на пятак а именно он завершал атак броска прижимает шайбу ко льду Виталий Еремеев еще одно вбрасывание смена составов произошла у обеих команд Алексей Чупин 18 номер Динамо на ваших экранах да и первый раз Росса не попал толком по шайбе а дальше Ролёв его уже от шайбы отодвинул ну вот здесь самотверженно действует нападающая Динамо Чупин потерял шлем вот сейчас вот только быстренько вернул его на прежнее место Антон Бабчук еще 40 секунд почти 30 уже играет авангарду в большинстве передача прямо на клюшку сопернику и вновь шайба выброшена 25 секунд снова Бабчук ну я скажу он сейчас в такой типичной канадской манере действует что как бы ну первого паса вообще нет он ждет когда закатится подберут шайбу и вот мы уже сколько вот смотрим за его игрой и такой вот хотя когда он играл в веночке в общем-то с пасом особенно с броском вот действительно того бросок ну я думаю что эти его качества рано или поздно проявятся просто даром же не пребывание в национальной хоккейной лиге тем более в такой команде Каролины в Чикаго был? ну и опыт и несмотря на то что он не играл но он не играл в финальную серию да но на награждение он был и даже кубок сталин как держал вот так интересно кстати Фортуна всегда в таких случаях вспоминаешь именно про Фортуну которая для одних игроков вот одним игрокам благоволит и они становятся обладателями кубка Стэнли даже не являясь ключевыми игроками в команде а то и вообще не играя а другим которые на протяжении многих лет карьеры выступают в НХЛ тем не менее этого сделать не удается но среди тех кто сейчас в России вот кстати же Алексей Яшин с другой стороны вот Олег Твердовский вот Антон Бабчук который в победу в Кубке Стэнли не был решающим продолжает атаковать амичи уже где-то даже по инерции после того как удаление закончилось по-прежнему большое преимущество авангарда задержалось по пять опять второе звено авангарда в чужой зоне Никитин выезжал выбрасывал шайбу на пятачок выводил ее туда ну так по игре второй период все таки вторую половину второго периода авангард смотрится уже и помощнее и побыстрее некое усилие все-таки сделала какие-то эстономские команды но это следовало ожидать во-первых мы уже отмечали что стиль у них такой чтобы больше времени проводить в зоне соперника один аванс уже ну как бы ну подолгу не задируется в зоне соперника острые выпады бросок с первым темпом подобрать буду попробовать разобраться Рылов передача налево и еще один пас еще дальше вперед но здесь без проброса 17 минут Да, даже два. Первые две в эфир, затем в Омске в рамках серии матчей между молодежными командами России и Канады. К сожалению, увы, все четыре матча сборная молодежная наша страна проиграла. Что проиграла, в общем, без вариантов. Климентев шайбой вбрасывает ее, попадает, да, получается бросок по воротам. Приходится вступать в игру Еремееву. В концовке периода посильнее выглядит авангард. Получается давление, и вот сейчас прессинг приносит свои плоды. Сейчас, я думаю, еще на одно удаление наиграют хоккеисты авангарда. Только потому, что они больше владеют шайбой? Ну, как-то совсем не задерживается шайба у динамовцев. Федоров, бросок по воротам, так это до хитрика недалеко. У Федоров тоже очень хороший бросок. Перевод налево. Федоров, бросок по воротам. Хотя и был закрыт защитниками Еремеев, не защитниками, а игроками. Но среагировал на этот бросок. Ну вот завелись и омские болельщики. Перед матчем был большой ажиотаж. Я абсолютно убежден, что все билеты проданы. Во всяком случае, писалось много о том, что очереди огромные, что уже половина абонементов на сезон проданы в Омске. Интерес к хоккею по-прежнему в этом городе очень большой. Ну, сумасшедший. Вообще там хоккей любят и понимают. И очень большое, в общем-то, внимание уделяется и в области. Ну, а сейчас опять здорово сыграл клюшкой Виталий Еремеев. А здесь Личменев пытался перехитрить Соколова. Ничего из этого не получилось. Последняя минута второго периода сейчас пойдет. Вбрасывание в зону авангарда. Очень здорово, что новая арена строится. Уже почти везде. Да, почти везде. И думаю, что в ближайшие два года... Ну, наверное, я бы вообще сейчас сказал, что хотел бы, чтобы и Спартак построил себе новый дворец. Ну, конечно. Потому что мы, как бы, такие большие претензии предъявляют командам, что там именно по количеству зрителей. Но где-то, может, и количества зрителей будет достаточно. Но на самом деле, ведь идея была в том, чтобы были современные именно арены, а не просто в дядь. Да, причем, действительно, по сути дела, прошлого века, верно, с точки зрения стандартов качества. Попов шайбой. Один из последних моментов во втором периоде. Пытался прострелить на дальнюю штангу, но не получился у него этот прострел. Не дал ему сделать этого защитник. Бабчук возвращает шайбу Попову. Концовка в атаках авангарда проходит. Передача налево. Еще один бросок по воротам. Не доходит шайба до вратаря. И удаление будет. Ну, наиграли на удаление. Прибавили в скорости хоккеиста авангарда. Ну, безусловно, как справишься с таким мощными игроками, как Свитов, когда он накатывается на воротах, приходится держать, цеплять. Современная, как бы, трактовка правил говорит, что нельзя атаковать игрока, не владеющие. Да, вот сейчас авангард, как, опять же, в прошлом году, демонстрирует временами, такими кусочками, фрагментами, ту мощь, которую он наверняка будет добирать к матчам плей-офф. А то, что авангард туда попадет, нет абсолютно никаких сомнений. Ну, мы уже отмечали, что, конечно, в вине попов Курьянов явно не такая Черепанова. Да, и это к тому, что действительно в составе авангарда сейчас нет. Одного из, безусловно, лучших хоккеистов команды в прошлом сезоне. Очень удачным оказалось его появление. По словам того же Белоусова, Черепанов попал в это звено, ну, в каком-то смысле случайно. Его просто поставили, потому что кто-то был травмирован. И настолько удачно в него влился, настолько здорово заиграл, что дальше уже в этом звене остался и насовсем. Ну, а потом здорово сыграл на сразу нескольких чемпионатах мира для разных возрастов. Подходит к концу, вернее, подошел к концу второй период. Московская «Динамо» по-прежнему выигрывает уже не 2-0, а 2-1 после второго периода матча с омским авангардом. Третий период между омским авангардом и московским «Динамо». Начнется через несколько секунд. После двух периодов счет 2-1 в пользу гостей. Московского «Динамо» обе шайбы москвичи забросили в первом периоде. Оба раза это сделал Федор Федоров. Единственную шайбу авангарда забросил Сергей Клементьев. И произошло это уже во втором периоде матча. Ну, что касается игры в первых двух периодах, то статистику вы видите на своих экранах. Подравнялись команды по броскам. Авангард имел в первом периоде большое преимущество по броскам. 13-6, теперь 18-17. По броскам в створ по-прежнему имеет преимущество московская «Динамо». Что касается вбрасывания, то тоже подравнялись команды. В большинстве удалось забросить по шайбе и тому, и другому коллективу. Ну, а что касается удалений, то по количеству штрафных минут «Динамо» почти вдвое опережают своих соперников. Ну, можно отметить, что вторая половина периода прошла, в общем-то, с преимуществом авангарда. И они постепенно начупают свою игру и уже показывают тот хоккей, который, в общем-то, должны показывать. Да, прибавили в скорости хоккеисты авангарда. Сразу стали достаточно подолгу запирать москвичей в их зоне. И прибавилось удаление из-за этого, потому что не справляются с габаритными, с мощным габаритным нападением авангарда защитники московского «Динамо». Стало больше удалений. И, соответственно, одна из возможностей реализовать счастливое преимущество была использована хоккеистами «Омского авангарда». Ну и вбрасывание. Алексей Будяков против Артема Чубарова. Чубаров выиграл вбрасывание. Третий период. Ну и сошлись мы на мнении, что возможен в этом матче и овертайм, и теперь уже и серия буллитов, после матчевых буллитов. Просто потому, что авангард прибавил, и вряд ли свою первую встречу на родном льду, вот так вот, на новом родном льду, команда вдруг вот так вот безвольно проиграет. В это не верится никак, тем более, что, зная, что Валерий Белоусов тренер, в данном случае, этого клуба, он просто не даст. Ну, не похоже, что авангард играет безвольно, просто пока, ну, не так здорово они выглядят, как хотелось. Снова вброшена шайба в зону у Динамо. Динамовца шайба перехватывает, и Ячменев шайбу из зоны выбрасывает. Но проброса не будет, будет только смена составов. Лупачук шайбой за своими воротами. Лупачук не пить, Никитин, пара защитников в таком сочетании она, собственно говоря, играет. Нет, Лупачук играет с Клементином. Сейчас вышел Никитин, да, и Бобчук. А, вот, значит, теперь вот такая вторая пара защитников. Да, Бобчук, Никитин. Вот сейчас Бобчук вступает в борьбу за шайбу. Остается шайба в зоне Динамовцев. Передача за ворота. Ну и сейчас все равно будут кого-то выводить на бросок. Никитин на пятачке. Передача туда не последовала. Нарушения правил нет. И Динамовцы вновь уже с самого начала второго периода, третьего периода начинают играть в обороне. По сути дела, все время. Не будет проброса. Остается шайба в зоне Омской команды. Но эта передача прочитал ее. Антон Бобчук. Артюхин. Сам входит в зону. Очень хорошо входит в зону. И теперь нужно найти, кому эту шайбу отдать. Артюхин по-прежнему шайбу держит. На этот раз у него ее выбили. Но очень тяжело теперь стал даваться Динамовцам выход из зоны своей. Горошанский. Осторожно. Сейчас аккуратно очень действует Московская Динамова. Но Динамо играет так, даже если будет и 5-0 в игру. Они очень четко умеют играть в обороне. Вбрасывание пока практически незаметен. Во всяком случае, мы ни разу не называли эту фамилию в контексте игры. Джейми Ландмарк. Еще один очень интересный хоккейс в составе Динамо. Я все-таки жду повода, чтобы о нем поподробнее поговорить. Нет пока для этого достаточного количества времени. Но по юношам и вообще по статус своей карьеры называли Ландмарк одним из самых талантливых хоккеистов национальной хоккейной лиги. Но не сложилась у него карьера, в том числе в Лос-Анджелесе. И пришлось ему, так сказать, вот новым этапом карьера выбирать другое продолжение. Уже не НХЛ-овское. Продолжение в российской хоккейной суперлиге. Вновь шайба перехвачена. И вновь вброс шайбы в зону. Не через пас, а через вброс шайбы в зону действуют хоккейс Томского авангарда. И получается, это у них Хацей. На синей линии остается шайбы. Вбрасывает ее дальше. Снова Хацей с шайбой. Прессингует его защитник. И это тоже без нарушения правил. Ну вот сейчас, по всей видимости, шайба будет выброшена из зоны. Нет, остается. Она по-прежнему в зоне. И Еремееву приходит ее прижимать. Да, изменились счета еще в нескольких встречах, которые играются. В разное время они начались. Две встречи уже закончились. Амур-Акбарс 3-2. Металлург-Новокузнецк-Северсталь 1-3. Ну и еще несколько матчей продолжаются. Толятинская Лада забросила первую шайбу в ворота Нижегородского торпеда. 1-0. В матче между Салаватом Юлаевым и ЦСКА. До последнего момента счет был опять-таки 1-0 в пользу хозяев, в пользу уфимской команды, одного из фаворитов. Что касается встречи между Трактором и Санкт-Петербургским СКА. То есть здесь питерцы вышли вперед. 1-0 они впереди в гостевой встрече в Челябинске. Ну и в Сибирь у себя дома проигрывает Ярославскому локомотиву 2-4. Чубаров с шайбой. Зрители активно поддерживают хоккеистов из Омска. Но пока вот все равно не хватает, не хватает скоростей для того, чтобы, в общем-то, иметь преимущество значительное. И опять Чубаров попытка самому войти в зону заканчивается положением вне игры. Шайба, игра остановлена, вбрасывание будет в средней зоне. Да, я согласен. Каждый вход в зону у авангарда, когда они вбрасывают шайбу в зону и туда бегут, иногда удается им зацепиться там за шайбу. И дальше уже там повозить соперника по зоне. Но вот с другой стороны, вот часто будет удаление, безусловно. Хотя, казалось бы, в этом эпизоде как раз можно было без него и обойтись. Совсем не вынуждено, мягко говоря. Нам показывает Александра Попова, но удаление должно быть у Динамо. Да, наверное, Чубин будет удален. Или что тут? Мы смотрим. Нет, действительно удаление в составе авангарда. Что-то мы не увидели, наверное, в этом эпизоде. Сейчас попробуем разобраться и сколько, какова формулировка удаления Попова. Не спортивный поведение? За задержку соперника Глёшка. Видимо, где-то нарушение было раньше, и судья подняла раньше. А потому что здесь мне чисто показалось, что Чубин задерживал как раз Попова. Ну что, шанс появляется у динамовцев. Сегодня в большинстве одна шайба уже была ими заброшена. Чубин остается, по-моему, на льду. У него шайба. Вот он сейчас поехал. Нет, не поехал меняться. А они только вышли. Передача направо. Пошли в зону динамовцы. Этот пас перехватывает нападающий авангарда. И шайба вновь выходит из зоны. Поборолся здесь Курьянов. Не просто поборолся, а еще и шайбу перехватил. И, по-моему, теперь уже будет удаление. Судья, потому что игра установлена. Еще одно удаление авангарда. Крупным кланом Антон Курьянов. Нет, не думаю я. Ну, посмотрим, поглядем. С чем связана эта остановка игры. Ну, это было очевидное нарушение. Вообще, вот, честно, вот так вот не совсем спортивно поступил перед этим. Понимаете, Курьянов ехал его атаковать, и он взял, упал на лед и мог травму получить Курьянов. Потому что, ну, стой на ногах. А потом, когда встал, еще сцепил Курьянов. Еще сцепил Курьянов. Какие-то еще претензии предъявил. То есть, по сути, он ушел от силового приема. Ну, да, таким это не спортивным способом. Ничего равным счетом не изменилось с точки зрения количества игроков. Такого сравнительного количества игроков. И ты у той, и у другой команды удаления. Вход в зону. И две минуты. И две минуты. Евгений Аркетин. Опасная игра. Высокопоинтоклюш. Да, Сергей Васильевич даже потерял шлем. Ну, вот он сейчас прорывался. И вот видим, что сейчас потолк по лице. Три удаления за очень короткий период. Второе удаление Артюхина в этом матче. Первое было обоюдным. И появляется на льду звено Федора Федорова. Я так назвал это звено, звено Федорова. Просто потому, что Федоров уже в этом матче забросил две шайбы. Главную фигуру в этом звене? Ну, во всяком случае, пока. Ну, а вот теперь не будет удаления. На этот раз судья решил не удалять Динавцев. Пошли они в зону. Федоров. Передача. Обратный пас следует. Нет, не следует. Мог бы последовать, но не последовал. А Тосипов обратно на Федорова. Между тем, Динамо 4 на 3 играет. Да. Снова Федоров в шайбе. Передача назад. Бросок по воротам. И, по-моему, спасает ворота Соколов. Во всяком случае, от первого броска. Ну, а потом там защитник Николай Игнатов помог и отвел угрозу от ворота. Побольше стало пространства на льду. Для Федорова так это просто... Ну, он обязан быстрее привозить себя в зону. Ну, и не идти в облотку уж точно при игре И4-натор. Да, когда столько пространства. Конечно. Видимо... Да, вот сейчас появится на льду уже первый из заштрафованных хоккеистов омской команды. Нет, это Алексей Трощинский. Вбрасывает шайбу в зону. Устремляется к ней Мирнов. Остается он с шайбой. Уже 4 на 4 играют команды. И шайба из зоны выброшена. Судя по всему, проброс, да? И вбрасывание в зоне Максима Соколова. Ну, команда играли уже в равных составах. Хотя 4 на 4, но в равных составах. Ну что же, вот такое вот бурное начало третьего периода. Правда, ни о каком преимуществе авангарда пока речи не идет. Сразу несколько удалений с той, с другой стороны. Но, правда, и Динамовцы свои шансы тоже не использовали. Чупин на вбрасывание. Против него Чубаров. Проиграл в брасывании Чупин. Первое измено у авангарда на льду. А мы не раз отмечали, что Чубаров один из лучших в лиге по игре на брасывание. Ну, вот сейчас уже должен появиться на льду оштрафованный хоккеист Динамо. Опасный момент. Бросок, поворотом. И удаление будет еще одного Динамовцев. Очень недолго Динамо будет играть в полном составе. Еще один бросок поворотом и игра остановлена. Артюхин как сидел на скамейке, так пока на ней сидит. Видимо, просто не успел выйти. Еще две секунды осталось. Задержка соперника плюшка. Динамовцев, по-моему, это сегодня едва ли не единственная формулировка, с которой они удаляются. Александр Харитонов удален. Ну, вообще, беспощадная борьба идет и, в принципе, должна вестись вот именно за задержку игрока, не владея Шайбой. Практически. Ну, это вообще болезнь нашего хоккея, вот эти зацепы. И, в общем-то, на самом деле, действительно чище стали играть. И правильно, что борется с этими зацепами все время. Выходит Артюхин. Бросок, поворотом, мимо ворот, лечит Шайба. И теперь она будет выброшена. Ну, чистый, по сути, делал две минуты. Без двух секунд хозяева льда будут играть в большинстве. Если, опять-таки, не последуют очередные удаления, у которых сегодня было уже очень много. Лупащук. Ничего, опять-таки, не выросло из этой атаки. Лупащук, я так понимаю, что должен в таком стиле как действовать, как и Жиру в Акбарсе. Вероятно. Судя по тому, что он играет в первом звене. И все время в большинстве. И, в общем-то, организатор атак. Ну, у Жиру и очень неплохо выглядел в прошлом сезоне. Особенно в начале, в общем-то. И в позапрошлом еще лучше. Концовку Жиру провел так уже в финальную серию. Мягко говоря, не важно. Ну, как и все первое звено. При этом, когда Раймон Жиру только появился... Ну, посмотрим, в паузе можно продолжить. Когда он только появился, так сказать, о нем отзывы-то были скептические достаточно. Авангард в атаке. Авангард в большинстве. Калюжный с шайбой. Передача на правый фланг. Возвращена шайба калюжным. Даже камера не поехала за шайбой. Пас вдоль ворот. И на дальней штанге замыкал эту передачу кто-то из хоккеистов Авангарда. Как Павел Россо. Но там защитник бы помешал. И Россо не сумел практически в пустые ворота забросить. Еще минуту. Без малого играть хоккеистом Авангарда в большинстве. Калюжный капитан команды шайбу подхватывает. Снова получает передачу. Оставляет шайбу Клементьеву. А тут не вышел бросок у Лупащука. И можно попробовать убежать. Да, и причем очень легко. Гол! И как убежал. Да, да. Я скажу, Лупащук очень нескоростной защитник, мягко говоря. С шайбой нападающий от него уехал. Да, очень легко уехал. Неужели это опять Федоров? Да, это опять Федор Федоров. Хет-трик Федорову. Тогда надо признать, что Федорову, конечно, там почти все вступают в скорости. Вот это начало для Федорова-младшего. Я представляю, какие будут отзывы в прессе, да, по поводу его игры. Ну и забил очень здорово. Над плечом у Соколова бросил шайбу. Да, Федор Федоров, ну, безусловный герой сегодняшней встречи, как бы она ни закончилась. Посмотрите, как убегает Федоров. В меньшинстве, в большинстве и в равных составах Федоров забросил, кстати говоря. Ну, почти повторение рекорда Марио Лемье. Осталось только еще двумя способами отличиться. Удаление, еще одно удаление у Динамо, кстати говоря. Осталось только забросить штрафным броском и в пустые вороты, да. А тем временем еще одно удаление у Динамовцев. Несмотря на то, что третью шайбу они забросили, в меньшинстве 5 на 3 будет играть Динамо вновь. Опасная игра высоко поднятой клюшкой. Две минуты. Ренат Мамаш. Сегодня одна команда атакует, а вторая забивает. Вот так интересно. Получается, не скажешь, что Динамо преимущество даже по второму периоду и по началу третьему, скорее наоборот. Но свои шансы сегодня Федор Федоров использует на все 100%. Вот сколько у него их было, собственно, по сути, все он и использовал. Мы отметили, что у него великолепный бросок. Очень хороший кататель. И посмотрите, он оба раза практически вышел из 1 на 1. Хотя вот сейчас, когда его догоняли, но все равно защитник обязан намного сильнее мешать при завершении атаки. Лупащок даже не зацепил. Любопытно, что Федорова Крикунов использует во всех сочетаниях, да? То есть и в меньшинстве, и в большинстве, и во всех ситуациях. То есть доверие большое. А еще раз говорю, что Крикунов использует всех нападающих. У него нет такого деления чисто. Ты оборонительного плана только выходишь в меньшинстве, ты атакуешь только в большинстве. Я думаю, что к концу сезона, конечно, будет уже, в общем-то, и, как модно говорить, бригада и большинства, и меньшинства. Но я смотрел очень много игр Динамо, и он дает всем возможность поиграть. Ну и в этом, кстати, есть некое сходство его со старшим братом. Потому что и Сергей ведь играл и в меньшинстве, и в большинстве одинаково хорошо. Хорошо. Я понимаю, что... Я не буду больше сравнивать. Дважды признанный... Федоров опять перехватывает, кстати. Дважды признанный лучшим игроком воронительного плана в НХЛ. Это очень ценный приз. И при этом выиграл приз самого ценного игрока лиги, да? В начале, в дебюте своей карьеры, по сути дела. На второй или на третий сезон. И вновь перехват. И что, неужели... А это опять, по-моему, Федоров? Нет, Федоров вот. Федоров вот открылся и передача не получил. Бросок по воротам мощнейший. Это чуть ли не бросок. А теперь бросок противоположный. Ворот уже следует, но шайба в створ не попадает. Причем, что поражает, вот, наверное, может быть, и поэтому и рождаются эти сравнения. Именно потому, что и тот, и другой абсолютно экономные движения такие при катании. Что у старшего Федорова, что у младшего, я имею в виду. Ну, я смогу отметить, что у обоих почти идеальны какие-то. То есть нет вот этих семенящих движений, каких-то вот... Нет, мощнейшие ноги и очень низкой посадкой, поэтому очень высокая скорость. Бросок по воротам отбивает шайбу Еремеев. Мощный бросок в синей линии. Ну, и вновь динамовцы устремляются в контратаку. Дмитрий Шит. Динамовцы в полном составе. Вот так же незаметно, как... Ну, немножко такая вот своеобразная... Как, извините уж за штамп, такой холодный душ был сейчас для хоккеистов Омского авангарда. При том, что игровое преимущество имела команда. Но, тем не менее, сегодня ее хоронит один-единственный игрок. Ну, удивительно, ведь игра в большинстве для авангарда это всегда фирменный знак. Они очень здорово при любых сочетаниях выглядели в этом компоненте. А сегодня совсем ничего не получается. Курьянов побежал бороться за шайбу, успел раньше него туда защитник. Но шайба не вышла из зоны, бросается под шайбу кто-то из игроков Динамо. И дальше уже Еремеев видел полет шайбы. Вбрасывание в зоне Динамо. Опять-таки, прошу простить, не вижу я. Я думаю, что только мы можем приблизительно судить о том, каков на сегодняшний момент хронометраж, то есть сколько сыграно в третьем периоде. Но одно мы можем говорить точно, что Федор Федоров, автор всех трех шайб Динамовцев в сегодняшней встрече. И Динамо выигрывает со счетом 3-1. Вот 12 минут. 12 минут идет третьего периода. Вторая половина пошла его. Ну, такой, я бы сказал, немножечко даже самоуверенный выход из зоны, уж очень мелкий пас. Ну, вышли из зоны. Правда, шайбу потеряли. Такие есть-то Динамо. Ну, и эта передача легко перехватывается. Александр Полухин. И следует бросок по воротам. И если бы Полухин увидел бы, что шайба отскочила на пятачок, могло бы быть еще опаснее. Мы хотя бы отмечаем, что Омсу не очень хорошо играет в большинстве. А ведь надо отметить, что все защитники, которые в прошлом году, в общем-то, играли в этом вопросе ключевую роль, Трощинский, Ребыкин и Кольцов отсутствуют в команде. Поэтому еще так, в общем-то, не на игры инкомбинация. Да, потому что ни Бобчук, ни Лупащук, хотя, наверное, они будут прибавлять, но пока они, да, взаимопонимание должно... Ну, Кольцов это очень сложно вообще заменить. Потому что такого плана игрока у нас в стране, там, может, 2-3, тем более, заменить очень сложно. Тем более, что в Омске он был едва ли не единственный вот такой вот ярко выраженный, скоростной, атакующий защитник. Можно сказать, полонападающий. Да, полонападающий. Денисова нам показывают крупным планом. 3-1, впереди Динамо. В остальных матчах пока могу назвать текущие результаты. Салават Юлаев, ЦСКА 1-0. Лада Тольятти, торпеда Нижний Новгород, также 1-0 в пользу хозяев. Трактор Челябинск, СК, Санкт-Петербург. Челябинцы сравняли счет 1-1. По-прежнему Локомотив Ярославский, там уже концовка тоже матча идет выигрывать на Новосибирской Сибири 4-2. Ну, и две встречи еще не начинались. Спартак АК МВД и Витязь Нефтехимик. Уброшена шайба в зону. 13-я минута третьего периода. Федоров просит шайбу, получает эту шайбу. Играет с партнером. Обратная передача на партнера не вышла, но здесь успел защитник подстраховать. И как, на ваш взгляд, отрабатывают игроки обороны? Игроки атаки Динамо у себя в обороне? Там невозможно не отрабатывать, потому что это будет жестоко караться. Поэтому... Ну, вот сейчас опасный момент ошибка. Они бегут со всех ног назад. Никуцени бросал поворотом. А теперь Лупащук бросает. Хороший бросок не успел сомкнуть щитки Еремеев. Лупащук еще и упал на синей линии, но подстраховал его партнер. Да ему придет, и все-таки адаптируется на штуке. Ну, когда я говорил про Лупащука, надо сказать о том, что он очень здорово сыграл в Швеции. Он стал лучшим защитником в Швецком чемпионате два года назад. Затем он провел очень хороший сезон в Финляндии, где забросил решающую шайбу. В финальной серии за клуб Керпет, если не ошибаюсь, за которую он выступал. Победный. Стал автором золотого гола. Ну, и вот после этого переехал в Россию. Точно так, по всей Европе путешествовал. И не без успеха. Борьба за шайбу в зоне Динамо. Выигрывают ее гости. И сразу передача вперед. И опять скоростная атака на положение вне игры. Уже вот на смене планов было видно, что левый крайний нападающий уже находится в зоне. Но все равно нападающий, который попадает вне игры, абсолютно только он виноват. Он обязан сделать все, чтобы это не игры не было. Да, мы видим сосредоточенные лица на мяче и свитого. И, конечно, с футбольным дебютом в сегодняшний. Ну, и соперник не из простых, конечно, для первого матча. Хотя их, в общем, простых-то практически нет уже в этом чемпионате. Ну, по крайней мере, в начале. Я думаю, что все равно градация будет значительная. Вот если у нас сегодня настоящая феерия в исполнении Федорова, то в матче Салават Юлаев-ЦСК Константин Кольцов две шайбы из двух забросил в составе Салавата Юлаева. То есть у нас уже есть те, кто будут возглавлять гонку бомбардиров после первого тура, после первых же матчей. В первом туре, наверное, Федорес, или никто не догонит. Да уж, по количеству голов почти наверняка. Потеряли шайбу динамовцы в своей зоне, но, опять-таки, надо еще вывести на бросок киестом Авангарда кого-то из партнеров только назад, только через защитника. Передача. Ну, вроде бы неплохо разыграли, кроме последнего пасса. Я уже думал, что будет бросать защитник, но он сделал еще одну передачу. Вернул шайбу на пятачок. Мне кажется, немножко предсказуемо действует Авангард линии атаки. Проезд за воротами и передача на пятачок, или вся игра через пятачок строится. Знает об этом и Крикунок, знает об этом и Крикунок. А динамовцы, они очень плотно играют вот в своих воротах, поэтому там передача такая практически не проходит. Палухин на вбрасывании. Два пятнадцатых номера сошлись. Палухин и Свитов. Примерно семь минут остается играть в третьем периоде. Немножко меньше стала вероятность овертайма, хотя она не исчезла совсем. И даже не потому, что две шайбы легко отыгрываются в течение семи минут, а потому что я абсолютно убежден, что Авангард с таким положением вещей мириться не захочет и не хочет сейчас. Пять минут даже осталось, не семь, а пять. Но это чуть усложняет ситуацию, но тем не менее Авангард будет биться до последнего. Шайба за воротами оставляет Николай Игнатов. По-моему, Артюхин. Да, конечно, ты его видишь. Неужели он упал, да? Неужели такое бывает? Вдвоем уже цепляли. Вот видите, он считается, его сбивали. Успел даже в момент борьбы высказу судей это. Снова в «Динамовце» выбрасывает лучшая бойзона. Сейчас можно сказать, что они, наверное, немножко даже сушат игру. Сейчас они уже по счету играют. Главное не пропустить. Появляется на льду звено Бадяков, Федоров и Ячменев. И вот Федоров как раз прессингует Сергея Клементьева. Ну и полноценного входа в зону не получается. А ничей положение вне игры. Чуть прозевали лайфманы, поэтому зрители недовольны, что свисток... Поздно раздался, да? Да, ну немножко разочаровывающий результат для омской публики для начала сезона. Но я думаю, что те, кто в любом случае приобретали абонементы и приобретали их на матч омской команды, не прогадают. Еще очень много матчей впереди. И то, что омская команда будет биться за медали, в этом никаких сомнений нет. Все последние три сезона омская команда была, кстати, в призах. Правда, понисходящее идет ее выступление. Золото, серебро и вот теперь бронза в последнем сезоне выиграна. Так что, кто знает, как сложится в этом году. Омские болельщики хотят сначала. Мы говорили в начале игры, что очень много зависит от финансирования. И в последнем, ну как бы, все менее олигархами становятся мячи. И поэтому они не могут сейчас конкурировать, допустим, в подборе игроков. Ну, по подбору, судя по всему, вообще никто не может с собой конкурировать. Судя по тем приобретениям, которые у ФАС сделают, да? Если не даже Саратухину, то умудрились уговорить не играть в НХ. Парень, хотя там очень хотел быть. Закончилась семнадцатая минута третьего периода. Три минуты до конца основного времени матча в «Авангард Динамо». Динамовцы выигрывают со счетом 3-1. Мирнов здесь поборолся за шайбу. Выиграл очень много времени для своей команды. И, мало того, шайбу сохранил. Еще передача последовала направо на Харитонова, но не успел он на нее. Бабчук. Тоже так тяжело, Бабчук, выглядит. В положении вне игры нельзя брать шайбу. А все уже быстрые игроки. И очень грамотно, вообще, для действия у Курьяна. И снова выброшена шайба. Причем динамовцы грамотно ее выбрасывают. Не под проброс, а просто в среднюю зону. Попов. Борьба была между Поповым и Заболотневым. Без нарушения правил она закончилась. Но упали оба в итоге. 18-я минута закончилась. Ну что, будет снимать про «Авангард»? Для этого надо еще в зону хотя бы попасть. В чужую. И две шайбы. Ну, а тут уже две или три, наверное. Ну, не всегда так. Честно сказать, у нас на результат смотрят. 1-3, это 1-3, 1-4, 1-4. Бросок поворотом отбивает шайбу Еремеев. Да, пока не вижу я шестого игрока. Полторы минуты еще играть. Ну, вот теперь уж наверняка. Мы посмотрим, я не совсем в этом уверен. Но тогда надо сейчас, наверное, головосу взять 30 секунд. И прогнозировать, вообще-то, как должны действовать эти пикисты. Дать какие-то дополнительные наказания. Практически ровно полторы минуты до конца третьего периода. Нет, не выходит. Пустой полевой игрок. На выбрасывание Александр Савитов. И Алексей Дубяков. Дубяков выигрывает. Но подбор остался замечен. И вышли шайбы из зоны. Ну, вот теперь, наверное, еще подождем минут, вернее секунд, это 15-20, для того, чтобы уже констатировать победу Московского Динамо в этой встрече. Еще одна остановка игры. Минута буквально с несколькими секундами до конца третьего периода. Ну, что, подводя итоги этой встречи, уже некоторые, все-таки будем, да, наверное, уже можно, как вы считаете, их подводить? Ну, скорее всего, Авангард на это играет. Ну, коли это так, вот по первому матчу говорили мы о том, что Авангард уступил в скорости, ну, а Динамо-то какое впечатление оставили? Они уже готовы к сезону, и, в принципе, показали тот хоккей, какой от них требует крикунок. И тем более, они очень, как бы, ну, не они, а, можно сказать, Федор Федоров очень здорово забивал. Были моменты, он все реализовал, в общем-то, тут преимущество Динамо-то значительное. Много-много говорилось о том, что Федору Федорову нужно доверие, нужно доверие стороны тренеров и игровое время. Вот оно у него есть, бросок. Кстати, по-моему, сейчас Федоров делал передачу в этом эпизоде. Уже понятно, что раскрылись хоккеисты Авангарда. Выбита клюшка у кого-то из Динамовцев. Ну, еще есть время на то, чтобы одну шайбу отыграть, но здесь здорово, очень внимательно играют защитники. И спокойно сейчас выводят шайбу игрок Динамо из своей зоны. И правильно делаешь, он и проброс не сделал, и время идет, остается меньше 20 секунд. Ну, все. Хет-трик Федора Федорова, шайба Сергея Клементьева, таковы статистические подробности. Динамовцы побеждают в этом матче, с чем мы поздравляем их поклонников. Ну, а Авангард на новенькой арене Арена Омск в первом матче терпит неудачу, поражение. 3-1 победа Динамо. Эту встречу для вас комментировали Александр Кузьмак и Сергей Гемаев. Начинается второй период на арене Омск, на новенькой арене в Омске, где местный Авангард принимает Московская Динамо. Счет на ваших экранах. Московская Динамо несколько неожиданна, потому что при равной игре, но, с другой стороны, с точки зрения реализации моментов, вполне заслуженно выигрывает у Омского Авангарда со счетом 2-0. Обе шайбы забросил Федор Федоров. Одну в большинстве, а вторую после индивидуального очень красивого прохода, прорвавшись через центр. Очень здорово. 81-й номер Динамовцев забросил вторую шайбу. Рафаэл Кадыров на ваших экранах, главный судья этой встречи. Начинается период. Ну, а пока он начинается, назовем вам результаты двух матчей, которые уже завершились к этому моменту. Хабаровский Амур у себя дома. На старте сезона переиграл Казанский Акбар со счетом 3-2. Ну, а Новокуснецкий Металлург также у себя дома уступил Череповецкой Северстале 1-3. Ну, и вот начинается второй период матча. Вновь неспешно он начинается. Ну, и шайба Артем Чубаров. Переводит шайбу вперед. Вот Калюжного сразу встретили в центральном круге. Передача налево. Но Бадяков вперед не пошел. Вот, видимо, первое звено все-таки таким образом выглядит. Видим мы здесь Бадякова, видим мы здесь Федора Федорова. Я думаю, что это Крикунов тактическая, в общем-то, идея, чтобы вот это звено Бадяков... Потому что не секрет, что Алексей Бадяков один из лучших центральной подачи, который очень здорово играет в обороне, и поэтому вот они как раз разменивают эти звени. Ну, размен в данном случае в пользу Динамо еще и потому, что это звено. И еще один опаснейший момент. Ну, здесь, конечно, не хотел врезаться в Соколова игрок московского Динамо. Тем более, что еще и повреждение какое-то, по-моему, он получил. И претензии в данном случае к защитнику. Непонятно, кстати, почему упал Федор. Сейчас посмотрим еще раз повтор. Снова это был Федор Федоров. Да, там, конечно, подножка была с защитником. В принципе, очень глупо. Вот это мы смотрим, вот сколько матчей. Защитник толкает нападающего на собственного вратаря. То есть рискует травму получить не только нападающий, но и собственный вратарь. Сергей Клементьев это, кстати говоря, был. Ну, в принципе, его так объехал довольно легко. Федор Федоров. Да, сегодня он вообще на старте сезона, он просто хороший. Вбрасывание в зоне омского авангарда. Рослу Пощук получает две минуты. Как нам сообщают организаторы этой трансляции. Но вот, во всяком случае, казалось, что это был другой защитник. Да, и ты на экране был, Клементьев. Ну, так или иначе, две минуты, по всей видимости, будут. Вот Евгений Шассин не может понять, что там за решение. И пауза образовалась. Да, вот такое название московского «Динамо» можно было раньше прочитать только на кинохронике старой. 40 лет назад они в таких федерах играли. Антон Курьянов на ваших экранах. Сдвинуты ворота. Вот мы видим, что там поврежден оказался только для ворот. Поэтому такая задержка техническая. Ну, и пока задержка назовем вам, какие еще встречи сегодня играются. Салават Юлаев, ЦСКА. Эта встреча начнется в 17.00 по московскому времени. Толятинская «Лада» принимает Нижегородская «Торпеда». Нитогорский «Металлург» встретится с подмосковным «Химиком». Эту встречу наш канал покажет. Челябинский «Трактор» играет против Санкт-Петербургского «СКА». Эта встреча уже началась. Там счет 0-0. Новосибирская «Сибирь» встречается с Ярославским «Локомотивом». По предматчевым раскладам хоккеисты Новосибирской «Сибири» были, ну, если не фаворитами, то уж во всяком случае играют дома. Они всегда сильны. Но там счет 2-0 уже в пользу гостей, в пользу ярославской команды. Мехнов и Чурилов стали авторами заброшенных шайб. Ну, и еще две встречи я не назвал. Московский «Спартак» редебютирует, скажем так, в российской хоккейной суперлиге матчем против хоккейного клуба МВД. Ну, и «Витязь» будет принимать Нижний Камский «Нефтехимик». Вбрасывание в зоне Максима Соколова. Сейчас посмотрим, последовало. Ну, удаление-то последовало, судя по всему, только вот не лупа щека, вероятнее всего, а Клементьева, если наши глаза нас не обманывают. Так или иначе, в большинстве московская «Динамо». «Динамовцы» выиграли вбрасывание, сразу завладили шайбой в зоне соперника. И бросок следует по воротам. Мимо ворот, по-моему, проходит шайба. И здесь немножко завозился шайбой защитник. Даже не защитник, это Алексей Чупин на месте защитника. И выброшены шайбы из зоны. Еще полторы минуты «Динамовцы» будут играть в большинстве. И, естественно, еще раз нужно будет в зону входить. Очень легко это получилось у Александра Харитонова. Передача вперед. Харитонов отбрасывал шайбу назад. Но здесь ситуацию контролировали. В данном случае Александр Попов. Не стал тертышный бросать поворотом. Решил немножечко времени убить. Ему это, в общем-то, удалось. Ну, «Динамовцам» сейчас уже нет, наверное, никакой необходимости форсировать игру. Ну, в большинстве все равно неплохо было бы забросить еще одну шайбу. Но пока очень неважно, «Динамовцы» действуют в большинстве. Вход в зоны состоялся. Брошены шайбы в противоположные углу площадки. Но там никого из «Динамовцев» не было. И придется вновь начать от своих ворот. Нет удаления. Нет, есть удаления. Алексей Трощинский до подножки удалил. Ну, что поборолся здесь Евгений Артюфин. Рафаэл Кадыров поднимает руку. Достаточно большое количество удалений. Собственно, по первому периоду вы были абсолютно правы, сказав, что игры-то от «Динамовцы», скажем, мы почти не видели. Просто потому что «Динамовцы» очень редко играли в равных составах. Ну, 10 минут штраф. Да. И вот Алексей Трощинский, капитан «Московского Динамо», как его освистывает публика. Вы слышите, человек, защищавший цвета «Авангарда». Ну, он до этого достаточно долго играл и в «Московском Динамо». Ну, а мячам-то это знать не хочется и помнить не хочется. Они помнят Трощинского как хоккеиста своей команды. 4 на 4, но уже через 20 секунд с небольшим появится на льду оштрафованный хоккеист «Омского Авангарда». И мячи будут играть в большинстве. Уже не удастся никакой атаки, вероятнее всего, организовать. Но есть еще время на вход в зону. Вброшена туда шайба. Поехал за нее бороться Горошанский. И шайбу потеряли. «Динамовцы», впрочем, не лучшим образом сыграли здесь и хоккеисты «Омска». Проброс. Вбрасывание в зоне Максима Соколова. Теперь «Динамо» будет уже играть в мячинстве. Остается, по-моему, 2 секунды. Да, так что это вбрасывание им на пользу. Безусловно. В какое-то время, безусловно, «Авангарда» уйдет на то, чтобы войти в зону. Горошанский справа от него. Мирнов. Вот он сейчас как раз вступил в борьбу. И «Авангард» тем временем играет в полном составе. Здесь «Мирнов» шайбу отобрал. Еще теперь некоторое время ее поддержит. Отыграл ее назад защитнику. И теперь уже шайба выброшена еще раз в зону Соколова. Ну и хоккеисты «Авангарда» тоже не особенно торопятся. Первое звено у них на льду. Вошел в зону Павел Роса. В принципе, на предсезонных раскладах говорили, что это звено может сосать конкуренцию ударного звенова Акбарса по результативности. На всяком случае в регулярном чемпионате, да? Потому что, ну так, забегая вперед, как раз первое звено Акбарса в плей-офф уже не так заметно, как на протяжении регулярной части сезона. Что-то удалось ему. Болезнь Морозова, конечно. Но там болезнь Морозова сказала, согласен. Лупащук и, по-моему, Клементьев вместе с ним появился. Во всяком случае, был он некоторое время назад на льду. Или уже поменяли пару защитников. Ну а первое звено, ударное звено, остается на льду Авангарда. До этого брасывания прижимает шайбу ко льду Виталий Еремеев. Когда вы говорили о том, насколько много делается руководством Динамо для того, чтобы вернуть в команду и традиции, и насколько заинтересованы руководства Динамо в успехе своей команды, я сразу вспомнил, что и сам Владимир Крикунов тоже очень много хорошего говорил. Об этом в новом сезоне. Никитин. Подставленный хрюшки, но как-то вяло. И шайба не доходит тоже до батарея. Никитин бросок или пас на дальнюю штангу. Пас, он там простреливал на дальнюю штангу, но там не успели подставить. Не готовы были к тому, что шайба так пойдет. Безусловно, у московской Динамо огромная амбиция. И в этом сезоне уже, мне кажется, они все-таки будут выходить на очень высокий уровень. Оба тренера, тренеры-победители, оба тренера себе других задач, кроме как победу, не ставят. Вошли динамовцы в зону, они уже в полном составе. Тем временем как-то очень незаметно пролетел вот этот вот отрезок времени, когда играли в большинстве амичи. Ничего абсолютно не создали за это время, вот кроме этой острой передачи, которую Попов не замкнул на дальней штанге. Никитин за своими воротами. 5 минут, тем временем, сыграно во втором периоде. Вот он, Федор Федоров. Вновь не получается в ход зоны, а вместе с ними играет Виталий Ячменев. Виталий Ячменев, Федоров и Будюков. Это очень мощное звено. Случайно они микроматч выиграют 2-0, и вот в каждой смене, вообще-то, они имеют преимущество. У нас уже на самом старте гасится атака авангарда, положение вне игры. Тренерский стаб на ваших экранах московского «Динамо». Радибуль Крюкунов на переднем плане, там Михаил Штаренков на заднем плане был. Не поехал он со сборной, видимо, все в номере посмотрим. Здесь мы видим тренерский стаб про ангарда Григоркин, Белаус. Как-то приходилось от вас слышать о том, что Штаренков, наверное, один из лучших тренеров в Виталии на сегодняшний день, да, в дальнейшем российском? Я могу сказать так, что, может быть, единственный тренер, который реально знает, как надо играть в современной манере. И из тех, кто, в общем-то, работает в Виталии. Опять Федоров ушел от одного защитника, второй его все-таки заблокировал. Но, тем не менее, атака-то продолжается. Ячменев с шайбой. По-прежнему он контролирует шайбу, оставляет ее Федорову. Продолжается атака Динамо. Динамо лучше двигается, Динамо быстрее в чужой зоне. Ячменев вот только теперь удалось его прижать к борту, но шайбу-то он по-прежнему не потерял и уже помогает ему на дальней штанге вот туда. Будюков сместился и прострел вдоль ворот. Целиком звено сейчас у Динамо, которое состоит из новичков этого года. Но зато хороших новичков. Пожалуй, Розин, наверное, чуть-чуть уступает им вот в мастерстве. Вы имеете в виду звено, которое сейчас появилось? Да, да, да. Ну, Федоров, Ячменев, Бадюков, Трощинский и Розин. Еще одно удаление. На этот раз, по-моему, у хоккеистов Омского авангарда. Хотя игра была остановлена, когда шайбой был, по-моему, Дмитрий Афанасенков. Но сейчас посмотрим, какое решение примет Кадыров. Остается на льду. Вернее, выходит на лед другие хоккеисты у Динамо. Да, удален Денис Денисов, защитник. За удар соперника клюшкой. Ну, а на вбрасывание Александр Горошанский. Выиграл он вбрасывание. Мирнов, передача назад. Снова Мирнов получает шайбу. И прострел вдоль ворот следует. Прижимает шайбу Максим Соколов. Может быть, где-то проще даже разыгрывают шайбу Динамо в большинстве. Но быстрее гораздо. Ну, наверное, в этом сочетании как раз они рассчитывают на то, чтобы сделать как можно быстрее бросок. То есть не очень много передач, но... Нет, нет, нет. Это вывести на ударную позицию. Я думаю, что все-таки здесь большую часть атак завершает должен Игорь Мирнов. Это один из немногих наших кистов, у которого великолепная бросовка кистевая и все-таки все-таки. Насколько я понимаю, он воспитанник Динамо, во всяком случае. Да. Вообще-то он из щиты. Но он коренной воспитанник московской школы Динамо. Вбрасывание. Вбрасывание в зоне авангарда. И остается на льду все то же самое звено у москвичей. Выиграл вбрасывание внеф Александр Горошанский. Сделал передачу назад. Мирнов. И здесь уже защитник с ним справился. Выбросил шайбу из зоны. Причем удачно достаточно это сделал. Динамо все потратят много времени на то, чтобы... Вообще, по-моему, не похоже это... Да, и как вы считаете, на чистый силовой прием? Это больше напоминает подножку. Ну, он пытался подкатиться. Наверное, это все... Это было, скорее всего, Ореховский. Вообще, это... Он славится такими силовыми приемами. Но там перепрыгнул и нападаешь. Поэтому там таковой силовой приема не получилось. Ну, да. Получалось, что он просто зацепился за игрока Динамо. Атакует... Атакует... Какие-то омская команда. Чубаров. Еще минуту играть Динамовцам в большинстве. Клементьев. Вновь Чубаров. И Чубаров делал прострел. Но на эту передачу еще Калюжный не вышел. Неплохо в мячнице действуют мячи. Да, даже сами создают угрозу чужим воротам. Устал Мирнов. Очень долго на льду вот это сочетание. Сейчас, по всей видимости, последует смена. Мне кажется, еще Крикунов не определился с теми звеньями, которые будут в большей части играть большинство. Вот появился Александр Харитонов. Прострел прекрасный на дальнюю штангу. Такой не прострел, а передача диагональ такая получилась. Но у меня есть ощущение, что проблемы в большинстве испытывают абсолютно все наши команды, за исключением, может быть, первого звена Акбарса. Ну, мы сегодня увидели, что и у них не все получается. Они много играли в большинстве, но чего-то очень позитивного не смогли создать. Еще одна остановка игры. Во втором периоде их побольше, чем в первом. Тем временем в Новосибирской Сибири одну шайбу отыграла у ярославцев, играя у себя дома. 1-2 там счет проигрывает Сибирь на своем льду. Ну, а в остальных матчах вот теперь уже 2-2. Теперь уже еще одно обновление. Новосибирцы сравняли счет. Ну, а тем временем в полном составе «Авангард». И сразу же контратака. Попов. Передача назад. Вновь не успевает камера за действиями игроков, при том, что игра-то, в общем, далеко не самая быстрая пока идет. Все-таки новая арена еще. Акератор не совсем разобрались, как у них показано. В прошлом году нечто подобное было в Череповце. Я очень хорошо помню. Ну, вот сейчас выброшено. Нет, не выброшена шайба. Вот только теперь уже через пас Будяков. Динамовцев очень выгодно вот в таком темпе проводить игру. 2-0 ведут. И вот такой вязкий хоккей, который, в общем-то, не дает показать свои козыри авангарду. Федоров. Попов выгнал его шайбу. И что и динамовцы вновь ее контролируют. Ренат Мамашев. Во всяком случае, если не шайбу контролируют, то ход игры контролируют сейчас динамовцы. Вот на этого хоккеиста... Нет, это Максим Осипов. Интересно было бы посмотреть на Джейми Ландмарка, 71-го номера. Пока вот он ничем абсолютно себя не проявил. Даже и мы не видели еще практически его ни в каком виде. Но за Осиповым тоже очень интересно смотреть. Это как раз один из дневной хоккейцев Динамо. Может, к сожалению, но очень хитрый и очень техничный, который, в общем-то, вот такую импровизацию вносит в динамовскую игру. Ну, не так много, видимо, он проводит время на льду. Да, его замучили в прошлом году травмы. А так, когда он в форме, он очень опасен. Хотелось бы действительно на него посмотреть. Хотелось бы посмотреть на игру и остальных звеньев. И вновь динамовцы побыстрее. И вновь успевают они навязать борьбу даже после проигранного вбрасывания. Вот только сейчас шайба выброшена из зоны. И переходит в атаку хоккеиста Омского авангарда. Здесь ничего не... Ну, вот, может, нет, шайба очень хорошо отскочила для Александра Свитова. Обыграл он один в один. Но он не удержался на ногах. Вот мы же говорили о том, что он очень в высокой стойке играет. Поэтому ему непросто, в общем-то, подрабатывать ногами и после таких единоборств остаться на конкурсе. Может быть, сейчас немножко заведутся хоккеисты авангарда. Артюхин входит в зону, шайбу теряет. Остается она Свитов. А эту передачу делал он назад на партнера. Но партнер уже уехал. Оттуда Мирнов. Уложение вне игры. Еще одно вбрасывание. Еще одно вбрасывание. Середина. Так, по прикидкам, наверное, середина второго периода. Потому что нет у нас секундомера. Горошанские набрасывания. Против него Евгений Хацей, по-моему, был. Третье звенье. Сейчас надо. Это и подкоп, в общем-то. Как бы к игре несколько отличается у Белоусова и у Киркунова. Киркунов старается, чтобы все звенья играли примерно поровну. И максимально, чтобы темп поддерживает. Белоусов, в общем-то, старается выпускать ударные звенья почаще. Ты сделал ставку на лидера. Безусловно, да. Это все в американской стиле. Вашиткевич удален на две минуты. Сергей Вашиткевич. Опять-таки, один из очень опытных хоккеистов. И тоже, если я не ошибаюсь, что... Великолепный сезон он провел в прошлом году. И скажу, что это оплот обороны московского «Динамо». Действительно, такой «Динамо» будет до мозга гостей. «Динамо» вообще переживали вот это время достаточно тяжело. После победы в чемпионате России наступил такой тяжелый финансовый кризис, в котором много писалось. И вот сейчас они из него вышли. Много было страданий у поклонников московского «Динамо». Мне кажется, сейчас «Динамо» один из самых благополучных клубов финансового плана. Да, многое сменилось в московском «Динамо». Ну и вот сейчас. Практически новые владельцы. Да, новые владельцы. Ну а сейчас в атаке «Авангард» прерывает передачу защитник. Передачу на пятачок. И выброшена шайба из зоны. Смена составов и не только, по-моему, у «Динамо» остается на льду первого звеного «Авангарда». Тяжелым таким выглядит «Авангард» в сегодняшней игре. И вот даже как бы первый звенок действительно мастера такие классные собрались. Мы пока ничего не показываем. Осенний хоккей, как вы сказали. Сейчас всегда в таких случаях многое наигрывается. Но с точки зрения зрелищности игры, я думаю, что далеко не все матчи сейчас будут именно этим славиться. Но в любом случае будем мы привыкать. Бросок к воротам. Лупащук бросал. И что? И шайба влетает в ворота. Такие затолкали, по сути дела, и туда хоккеиста «Авангарда». Посмотреть бы повтор, конечно, вот с этой камеры. Таким образом шайба оказалась в воротах. Но радость у игроков «Авангарда» большая. Все равно защитники обязаны были помочь вратарю в этой ситуации. Там шайба подлетела и должны были не дать никак добивать. Смотрим повтор. Посмотрим сейчас повтор. Лупащук набрасывал шайбу туда на пятачок. А вот что с ней было дальше, с этой камеры было сказать трудно. Подставлял кружку Клементьев. Ну и просто потом она уже от рикошетив от всего, уже там от ног, от клюшек к конечному итоге, по-моему, туда и залетел. Вот там взялась в воздух. Ну, Заболотнев обязан был помочь вратарю. В принципе, он и видел шайбы, и рукой мог выбить и клюшки. Но не успел. Сергей Клементьев, о котором Сергей Танч-Гимаев говорил в первом периоде, что его мало используют. Нет, нет, он сейчас постоянно в большинстве выходит именно в этом сочетании. И, в принципе, он так и должен играть в первом звене. Его для этого и приглашали. И если посмотреть статистику Клементьева, она каждый сезон великолепна, какой бы команде он ни играл. Ну, а Рост Лупащук заработал свое первое очко в матче чемпионата России в хоккей в российской суперлиге. Вбрасывание Бадюков против Курьянова. Выиграли вбрасывание хоккея из Томского авангарда. Но, тем не менее, сразу прессинг в зоне в исполнении первого звена Динаутцев. Федор Федоров попадает в конек нападающему. Шайба выходит из зоны. Ну, может быть, чуть повеселее сейчас пойдет игра. Очень хочется, чтобы авангард в первую очередь прибавил. Тогда на встречных курсах мы игру увидим. Положение вне игры. Получал уже Федоров, находясь Шайбова, находясь уже в зоне соперника. 2-1. Да, теперь совсем другой будет, в общем-то, рисунок игры. Потому что проиграть две шайбы или одну, это большая разница. Да и вообще, наверное, авангарду проигрывает матч сразу вот так вот у себя дома Динамо. Не знаю, они всегда играют. Это очень интересные игры. Все последние сезоны, как бы у них уже, да, не исторические, но, может, предстояние состоит постоянно. Потому что очень много игроков московского Динамо переходило в Омск. И вот такие миграции были постоянные. Твердышный с Шайбой. Передача на пятачок. А уже проехал партнер его на дальней штанге. И вот Динамовцы контратакуют небольшими силами и не проходит. Передача здесь Никитин легко ее перехватывает. Шайбу и по левому флангу Курьянов. Против него защитник. Атака замедлилась, но, тем не менее, вход в зону состоялся. Никитин. Ох, какой перевод на пятачок. И здесь спасает ворота Еремеев. Но дальше удаление. Безусловно. Ничего не оставалось, как взбивать нападающего. Развивались. Движнулись. Он, конечно, один передворотный оказался и имел возможность перебрать Шайбину. Хотя удивительно, что оказался, Шайб оказался у нападающего не на крюке. В этой ситуации не успел он развернуться. Бросался неудобно на руки. Полухин удален. Молодой парень. Очень способный. Ну, вот мы видим, как раз он изъявнул на пятачке. Ну, и вбрасывание теперь в зоне Виталия Еремеева. 2-1 Авангард проигрывает и может ситуацию сразу же вернуть к равновесию. Две шайбы в первом периоде пропустили. Посмотрим, чем нас порадует второй период с точки зрения заброшенных шайб. Одну шайбу уже отыграли. Сергей Клементьев подставил клюшку. Несколько курьезная шайба получилась, но... Тем не менее, вышло так, как вышло. Изменился счет еще в одной встрече. Вновь Ярославский локомотив вышел вперед. Рэнди Робитайл забросил, между прочим, шайбу с передачи Ткаченко и Алексея Яшина. Вот, собственно, наверное, самое интересное звено в составе Ярославского локомотива, с точки зрения новичков, это и Рэнди Робитайл. И вообще, мне очень интересно будет, как стабильно и как мощность может сыграть Яшин в этом году. И вообще, мне кажется, что много говорят о фаворитах, но очень недооценивать Ярослава. Единственное, мне кажется, что проблема с алтарем может как-то помешать локомотиву и выступить очень сильно. Ну, а у нас «Авангард» играет в большинстве. И продолжает контролировать шайбу в чужой зоне. Клементьев вновь едет на пятачок. Передача назад. Калюжный. Завелись и трибуна новенькая Арина Омск. Лопощук. Еще один наброс. Еще одно добивание. Росса дважды добивал шайбу, но Еремеев сыграл здорово. Второй раз Росса не попал по шайбе. Второй раз Лопощук не бросает, а набрасывает шайбу кистевым броском. Я все время ожидаю от него мощного броска, как от всех канадцев, но... У него и даже не у всех канадцев не смешно бросок. Скорее, тут все равно должен Клементьев бросать. Вот у кого уж действительно классный бросок, вот и в этой пятерке, это именно Клементьев. И в принципе, когда он играл за ХГМВД или там Багбарс или Монтогорск, он в общем-то не ездил на пятак, а именно он завершал атаку для броска. Прижимает шайбу ко льду Виталий Еремеев. Еще одно вбрасывание. Смена составов произошла у обеих команд. Алексей Чупин, 18-й номер Динамо на ваших экранах. Да и первый раз Росса не попал толком по шайбе. А дальше Ролёф его уже от шайбы отодвинул. Ну а здесь самотверженно действует нападающая Динамо. Чупин потерял шлем. И вот сейчас вот только... Быстренько вернул его на прежнее место Антон Бабчук. Еще 40 секунд. Почти 30 уже играет авангарду в большинстве. До передачи прямо на клюшку сопернику. И вновь шайба выброшена. 25 секунд. Снова Бабчук. Я скажу, он в такой типичной канадской манере действует, что как бы первого паса вообще нет. Он же когда закатится, подберут шайбу. И вот мы уже сколько смотрим за его игрой. И такой вот... Хотя, когда он играл в Юночку, в общем-то, с пасом мы все в порядке были. Особенно с броском. Вот действительно того бросок очень слегка. Ну я думаю, что эти его качества рано или поздно проявятся. Просто даром же не проявляется пребывание в национальной хоккейной лиге. Тем более в такой команде, как Каролина. В Чикаго был? Да. Ну, и опыт, и несмотря на то, что он не играл, но... Но он не играл в финальной серии. Да, но на награждение он был. И даже Кубок Стэнли руках держал. Вот так интересно, кстати, Фортуна. Всегда в таких случаях вспоминаешь именно про Фортуну, которая для одних игроков... Вот одним игрокам благоволит. И они становятся обладателями Кубка Стэнли, даже не являясь ключевыми игроками в команде. А то и вообще не играя. А к другим, которые на протяжении многих лет карьеры выступают в НХЛ, тем не менее, этого сделать не удается. Но среди тех, кто сейчас в России... Вот, кстати, же Малексий Яшин. А с другой стороны, вот Олег Твердовский, вот Антон Бабчук, вклад которых в победу в Кубке Стэнли не был решающим. Продолжает атаковать Амичи уже где-то даже по инерции, после того, как удаление закончилось. По-прежнему большое преимущество Авангарда. Задержалось опять второе звено Авангарда в тюжей зоне. Никитин выезжал, выбрасывал шайбу на пятачок, выводил ее туда. Ну, так по игре второй период, все-таки вторую половину второго периода. Авангард смотрится уже и помощнее, и побыстрее. Некое усилие все-таки сделано в коке-эстонской команды. Но этого следовало ожидать. Во-первых, мы уже отмечали, что стиль у них такой, чтобы больше времени проводить в зоне соперника. Одиналовцы уже, ну, подолгу не задируются в зоне соперника. Острые выпады, бросок. Если удается подобрать, конечно, подбор, тогда еще продолжается атака. Вот видим, сейчас в ходе зоны все разбросают. Обросал поворотом Александр Полухин. Тот самый, который как раз и отбывал двухминутный штраф. Вашиткевич успел здесь тоже немножко попрессинговать. Ну и вот Максим Осипов как раз сейчас на льду. А вместе с ним, по-моему, играет как раз Джейми Ланберг. У меня такое ощущение, 71-й номер. Может быть, ошибаюсь. Опять же, плохо видно номера. Ну, походу, попробуем возобраться. Рылов. Передача налево. И еще один пас еще дальше вперед. Но здесь без проброса. 17 минут 14. Нет, не остановился. Просто секундомер. 17 минут 11 секунд сыграно во втором периоде. Счет на ваших экранах. 2-1. Переди Московская Динава. Напомню, что это первый матч в новом дворце. Я имею в виду для Омского авангарда. Потому что в этом дворце уже прошла встреча между сборными России и Канады в рамках серии матчей. В две встречи. Да, даже два. Первые две в эфир. Затем в Омске в рамках серии матчей между молодежными командами России и Канады. К сожалению, увы, все четыре матча сборная молодежная наша страна проиграла. Что проиграла вообще. Без вариантов. Крементьев шайбой. Вбрасывает ее. Попадает. Да, получается бросок по воротам. Приходится вступать в игру Еремееву. Ну, и в концовке периода посильнее выглядит авангард. Получается давление. Вот сейчас Прессинг приносит свои плоды. Сейчас, я думаю, еще на одно удаление наиграют хоккеисты авангарда. Только потому что они больше владеют шайбой? Ну, как-то совсем не задерживается шайба у динамовцев. Федоров. Бросок по воротам. Так это дохитрика недалеко. У Федоров тоже очень хороший бросок. Перевод налево. Роса. Бросок по воротам. Хотя и был закрыт защитниками Еремеев. Не защитниками, а игроками. Но среагировал на этот бросок. Ну, вот завелись и омские болельщики. Перед матчем был большой ажиотаж. Я абсолютно убежден, что все билеты проданы. Во всяком случае, писалось много о том, что очереди огромные. Что уже половина абонементов на сезон проданы в Омске. Интерес к хоккею по-прежнему в этом городе очень большой. Ну, сумасшедший. Вообще там хоккей любят и понимают. И очень большое, в общем-то, внимание уделяется и в области. Ну, а сейчас опять здорово сыграл клюшкой Виталий Еремеев. А здесь Личменев пытался перехитрить Соколова. Ничего из этого не получилось. Последняя минута второго периода сейчас пойдет. Вбрасывание в зоне авангарда. Очень здорово, что новая арена строится. Уже почти везде. Да, почти везде. И думаю, что в ближайшие два года... Ну, наверное, я бы вообще сейчас сказать, хотел бы, чтобы и Спартак построил себе новый дворец. Ну, конечно. Потому что мы такие большие претензии предъявляют командам, что там именно по количеству зрителей. Но где-то может и количеству зрителей быть достаточно. Но на самом деле, ведь идея была в том, чтобы были современные именно арены, а не просто пять в полном тезоне. Да, причем действительно. По сути дела прошлого века. А верно с точки зрения стандартов качества. Попов шайбой. Один из последних моментов во втором периоде. Пытался прострелить на дальнюю штангу, но не получился у него этот прострел. Не дал ему сделать этого защитник. Бабчук возвращает шайбу Попову. Попову концовка в атаках авангарда проходит. Передача налево. Еще один бросок поворотом. Не доходит шайба до вратаря. И удаление будет. Ну, наиграли на удаление. Прибавили в скорости хоккеиста авангарда. Ну, безусловно. Как справишься с такими мощными игроками, как Свитов, когда он накатывается на ворота, приходится держать, цеплять. Современная трактовка правил говорит, что нельзя атаковать игрока, не владеющие. Да, вот сейчас авангард, как, опять же, в прошлом году, демонстрирует временами, такими кусочками, фрагментами ту мощь, которую он наверняка будет добирать к матчам плей-офф. А то, что авангард туда попадет, нет абсолютно никаких сомнений. Ну, мы уже отмечали, что, конечно, в вине попов-курьянов явно не хватает телекомана. Да, и это к тому, что действительно в составе авангарда сейчас нет. Одного из, безусловно, лучших хоккеистов команды в прошлом сезоне. Очень удачным оказалось его появление. По словам того же Белоусова, Черепанов попал это звено, ну, в каком смысле случайно, его просто поставили, потому что кто-то был травмирован. И настолько удачно он в него влился, настолько здорово заиграл, что дальше уже в этом звене остался и насовсем. Ну, а потом здорово сыграл на сразу нескольких чемпионатах мира для разных возрастов. Подходит к концу, вернее, подошел к концу второй период. Московская «Динамо» по-прежнему выигрывает уже не 2-0, а 2-1 после второго периода матча с омским авангардом. Третий период между омским, матчем между омским «Авангардом» и московским «Динамо». Начнется через несколько секунд. После двух периодов счет 2-1 в пользу гостей. Московского «Динамо» обе шаевы москвичи забросили в первом периоде. Оба раза это сделал Федор Федоров. Единственную шайбу «Авангарда» забросил Сергей Клементьев. И произошло это уже во втором периоде матча. Ну, что касается игры в первых двух периодах, в первых двух периодах то статистику вы видите на своих экранах. Подравнялись команды по броскам. «Авангард» имел в первом периоде большое преимущество по броскам. 13-6, теперь 18-17. По броскам в створ по-прежнему имеет преимущество московская «Динамо». Что касается вбрасывания, то тоже подравнялись команды. В большинстве удалось забросить по шайбе и тому, и другому коллективу. Ну, а что касается удалений, то по количеству штрафных минут «Динамо» почти вдвое опережают своих соперников. Ну, можно отметить, что вторая половина периода прошла, в общем-то, с преимуществом «Авангарда». И они постепенно как бы нащупают свою игру и уже показывают тот хоккей, который, в общем-то, должны показывать. Да, прибавили в скорости хоккеисты «Авангарда». Сразу стали достаточно подолгу запирать москвичей в их зоне и прибавилось удаление из-за этого, потому что не справляются с габаритными, с мощным габаритным нападением «Авангарда» защитники московского «Динамо». Стало больше удалений, и, соответственно, одна из возможностей реализовать счастливое преимущество была использована хоккеистами «Авангарда». Ну и вбрасывание. Алексей Будяков против Артема Чубарова. Чубаров выиграл вбрасывание. Третий период. Ну и сошлись мы на мнении, что возможен в этом матче и овертайм, и теперь уже и серия буллитов, после матчевых буллитов. Просто потому, что «Авангард» прибавил, и вряд ли свою первую встречу на родном льду, вот так вот, на новом родном льду команда вдруг вот так вот безвольно проиграет. В это не верится никак, тем более, что зная, что Валерий Белоусов тренер в данном случае этого клуба. Он просто не даст. Ну, не похоже, что «Авангард» играет безвольно, просто пока не так здорово они выглядят, как хотелось. Снова вброшена шайба в зону «Динамо». «Динамо» в цешайбу выбрасывает, но проброса не будет, будет только смена составов. Лупачук шайба за своими воротами. Лупачук Никитин, пара защитников в таком сочетании она, собственно говоря, играет. Нет, Лупачук играет с Клементином. Сейчас вышел Никитин, да, и Бабчук. А, вот, значит, теперь вот такая вторая пара защитников. Да, Бабчук, Никитин. Вот сейчас Бабчук вступает в борьбу за шайбу, остается шайба в зоне «Динамо» «Динамо» передача за ворота. Ну и сейчас все равно будут кого-то выводить на бросок. Никитин на пятачке. Передача туда не последовала, нарушения правил нет. И «Динамо» вновь уже с самого начала второго периода, третьего периода начинают играть в обороне. По сути дела, все время. Не будет проброса. Остается шайба в зоне омской команды, но эта передача прочитал ее Антон Бабчук Артюхин сам входит в зону. Очень хорошо входит в зону. Теперь нужно найти кому эту шайбу отдать. Артюхин по-прежнему шайбу держит. На этот раз у него ее выбили. Но очень тяжело теперь стал даваться «Динамо» выход из зоны из своей. Горошанский. Осторожно, сейчас аккуратно очень действует московская «Динамо». Но «Динамо» играет так, даже если будет и 5-0 в игру. Они очень четко умеют играть в обороне. Вбрасывание пока практически незаметен. Во всяком случае, мы ни разу не называли эту фамилию в контексте игры. Джейми Ландмарк еще один очень интересный хоккеист в составе «Динамо». Я все-таки жду повода, чтобы о нем поподробнее поговорить. Нет пока для этого достаточного количества времени. Но по юношам и вообще по статусу своей карьеры называли Ландмарк одним из самых талантливых хоккеистов национальной хоккейной лиги. Но не сложилась у него карьера, в том числе в Лос-Анджелесе. И пришлось ему новым этапом карьеры выбирать другое продолжение. Уже не НХЛ-овское. Продолжение в российской хоккейной суперлиге. Вновь шайба перехвачена и вновь вброс шайбы в зону. Не через пас, а через вброс шайбы в зону действуют хоккеист Томского авангарда. И получается, это у них Хацей на синей линии остается шайбой, вбрасывает ее дальше. Снова Хацей с шайбой, прессингует его защитник. И это тоже без нарушения правил. Ну вот сейчас по всей видимости шайба будет выброшена из зоны. Нет, остается она по-прежнему в зоне. Еремееву приходит ее прижимать. Да, изменились счета еще в нескольких встречах, которые играются. В разное время они начались. Две встречи уже закончились. Амур Акбарс 3-2, Металург Новокузнецк Северсталь 1-3. Ну и еще несколько матчей продолжаются. Толятинская Лада забросила первую шайбу в ворота Нижегородского Торпеда. 1-0 в матче между Салаватом Юлаевым и ЦСКА. До последнего момента счет был опять-таки 1-0 в пользу хозяев, в пользу уфимской команды одного из фаворитов. Что касается встречи между Трактором и Санкт-Петербургским СКА, то есть здесь питерцы вышли вперед. 1-0 они впереди в гостевой встрече в Челябинске. Ну и в Сибири у себя дома проигрывает Ярославскому Локомотиву 2-4. Чубаров с шайбой. Зрители активно поддерживают хоккеистов из Омска, но пока все равно не хватает скоростей для того, чтобы иметь преимущество значительно. И опять Чубаров попытка самому войти в зону заканчивается положением вне игры. шайба, игра остановлена, вбрасывание будет в средней зоне. Да, я согласен, ну вот каждый вход в зону у Авангарда вот когда они вбрасывают шайбу в зону и туда бегут, иногда удается им зацепиться там за шайбу и дальше уже там повозить соперника по зоне, но вот с другой стороны часто будет удаление, безусловно, хотя казалось бы в этом эпизоде как раз можно было без него и обойтись. Совсем не вынуждено, мягко говоря. нам показывает Александра Попова на удаление должно быть Динамо. Да, наверное, Чупин будет удален. Или что тут? Мы смотрим, нет, действительно, удаление в составе Авангарда. Что-то мы не увидели в этом эпизоде. Сейчас попробуем разобраться и какова формулировка удаления Попова. Не спортивный поведение. За задержку заперли как Лешка. Видимо, где-то нарушение было раньше и судья подняла раньше руку. А потому что здесь мне чисто показалось, что Чупин задерживал как раз Попова. Ну что, шанс появляется у Динамовцев. Сегодня в большинстве одна шайба уже была ими заброшена. Чупин остается, по-моему, на льду. У него шайба. Вот он сейчас поехал. Нет, не поехал меняться. А они только высунули. Передача направо. Пошли в зону Динамовцы. Этот пас перехватывает нападающие Авангарда и шайба вновь выходит из зоны. Поборолся здесь Курьянов. Не просто поборолся, а еще и шайбу перехватил. И, по-моему, теперь уже будет удаление. Все-таки, потому что игра установлена. еще одно удаление Авангарда. Крупным планом Антон Курьянов нет, не думаю я. Ну, посмотрим, поглядем, с чем связана эта остановка игры. Ну, это было очевидное нарушение. Вообще, вот, честно, вот так вот не совсем спортивно поступил перед этим. Понимаете, Курьянов ехал его атаковать, и он взял, упал на лед и мог травму получить Курьянов. Потому что, ну, стой на ногах. А потом, когда встал, еще сцепил Курьянов. Еще сцепил Курьянов. Какие-то еще претензии предъявил. То есть, по сути, он ушел от силового приема таким образом. Ну, да, таким это не спортивным способом. Ничего, равным счетом, не изменилось с точки зрения количества игроков, такого, сравнительного количества игроков и у той, и у другой команды удаления. Вход в зону и две минуты. И две минуты. Евгений Артихин. Опасная игра высокой поинтой плюшки. Да, Сергей Васильевич даже потерял шлем. Ну, вот он все-то прорывался и вот видим, сейчас попал по лице. Три удаления за очень короткий период. Второе удаление Артихина в этом матче. Первое было обоюдным и появляется на льду звено Федора Федорова. Я так назвал это звено звеном Федорова, просто потому, что Федоров уже в этом матче забросил две шайбы. Главную фигуру в этом звене? Ну, во всяком случае, пока. Ну, а вот теперь не будет удаления. На этот раз судья решил не удалять Динаутцев. Вошли они в зону. Федоров. Передача. Обратный пас следует. Нет, не следует. Мог бы последовать, но не последовал. Атосипова обратно на Федорова. Между тем Динамо 4 на 3 играет. Да, снова Федоров в шайбе. Передача назад. Бросок по воротам. И, по-моему, спасает ворота Соколов. Во всяком случае, от первого броска. Ну, а потом защитник Николай Игнатов помог и отвел угрозу от ворот. Побольше стало пространства на льду. Для Федорова так это просто... Ну, он обязан быстрее привозить шайбу в зону. Ну, и не идти в облотку уж точно при игре 4 на 3. Да, когда столько пространства. Конечно. Видимо, да, вот сейчас появится на льду уже первый из заштрафованных хоккеистов омской команды. Нет, это Алексей Трощинский. Вбрасывает шайбу в зону, устремляется к ней Мирнов. Остается он с шайбой. Уже 4 на 4 играют команды. И шайба из зоны выброшена. Судя по всему, проброс, да? И вбрасывание в зоне Максима Соколова. Ну, команда играли уже в равных составах, хотя 4 на 4 но в равных составах. Ну, что же, вот такое вот бурное начало третьего периода. Правда, ни о каком преимуществе авангарда пока речи не идет. Сразу несколько удалений с той же другой стороны. Но, правда, и динамовцы свои шансы тоже не использовали. Чупин на вбрасывании. Против него Чубаров проиграл в вбрасывании Чупин. Первое змено у авангарда на льду. А мы не раз отмечали, что Чубаров один из лучших в лиге по игре на вбрасывании. Ну, вот сейчас уже должен появиться на льду оштрафованный хоккей с Динамо. Опасный момент. Бросок поворотом и удаление будет еще одного динамовцев. Очень недолго Динамо будет играть в полном составе. Еще один бросок поворотом и игра остановлена. Артюхин как сидел на скамейке, так пока на ней сидит. Видимо, просто не успел выйти. Еще две секунды осталось. Да. Задержка соперника плюшка. У динамовцев, по-моему, это сегодня едва ли не единственная формулировка, с которой они удаляются. Александр Харитонов удален. Ну, вообще, беспощадная борьба идет и, в принципе, должна вестись вот именно за задержку игрока, не владея шайбой практически. Ну, да. Чтобы... Ну, это вообще болезнь нашего хоккея, вот эти зацепы. И, в общем-то, на самом деле, действительно чище стали играть. И правильно, что борются с этим зацепом все время. Выходит Артюхин. Бросок, поворотом, мимо ворот лица шайба. И теперь она будет выброшена. Ну, чистый, по сути дела, две минуты. Без двух секунд хозяева льда будут играть в большинстве. Если, опять-таки, не последуют очередные удаления, у которых сегодня было уже очень много. Лупощук. Ничего, опять-таки, не выросло из этой атаки. Лупощук, я так понимаю, что должен в таком стиле, как действовать, как и Жеру в Акбарсе? Вероятно. Судя по тому, что он играет в первом звене. И все время в большинстве. И, в общем-то, организатор атак. Ну, Жеру и очень неплохо выглядел в прошлом сезоне. Особенно в начале, в общем-то. И в позапрошлом еще лучше. В концовку Жеру провел так уже в финальную серию. Мягко говоря, неважно. Ну, как и все первые звена. При этом, когда Райман Жеру только появился, ну, посмотрим. В паузе можно продолжить. Когда он только появился, так сказать, о нем отзывы-то были скептические достаточно. Авангард в атаке. Авангард в большинстве. Калюжный с шайбой. Передача на правый фланг. Возвращена шайба калюжным. Даже камера не поехала за шайбой. Пас вдоль ворот. И на дальней штанге замыкал эту передачу кто-то из хоккеистов Авангарда. Это Павел Россо. Но там защитник бы помешал и Россо не сумел практически в пустые ворота забросить. Еще минуту. Без малого играть кистьом Авангарда в большинстве. Калюжный капитан команды шайбу подхватывает. Снова получает передачу. Оставляет шайбу Клементьеву. А тут не вышел бросок у Лупащука. И можно попробовать убежать. Да, и причем очень легко. Гол! И как убежал. Я скажу Лупащук очень нескоростной защитник мягко говоря с шайбой нападающий от него уехал. Да, очень легко уехал. Неужели это опять Федоров? Да, это опять Федор Федоров. Хет-трик Федорову. Надо признать что Федорову конечно там почти все поступают скоростью. Вот это начало для Федорова младшего. Я представляю какие будут отзывы в прессе по поводу его игры. Ой, забил очень здорово. Над плечом Соколова бросил шайбу. Да, Федор Федоров ну безусловный герой сегодняшней встречи как бы она не закончилась. Посмотрите, как убегает Федоров. В меньшинстве, в большинстве и в равных составах Федоров забросил кстати говоря. Ну почти повторение рекорда Марио Лемье. Осталось только еще двумя способами отличиться. удаление и еще одно удаление у Динамо кстати говоря. Осталось только забросить штрафным броском и в пустые ворота. А тем временем еще одно удаление у Динамовцев несмотря на то, что третью шайбу они забросили в меньшинстве 5 на 3 будет играть Динамо вновь. Опасная игра высоко поднятой клюшкой. Две минуты. Две минуты. Мамаша. Сегодня одна команда атакует, а вторая забивает. Вот так интересно. Получается, не скажешь, что Динамо преимущество даже по второму периоду и по началу третьего скорее наоборот. Но свои шансы сегодня Федор Федоров использует на все 100%. Вот сколько у него их было собственно по сути все он и использовал. Мы отметили, что у него великолепный бросок и очень хороший кататель. И посмотрите, он оба раза практически вышел за один на один. Хотя вот сейчас, когда его догоняли, но все равно защитник обязан намного сильнее мешать при завершении атаки. Лупащок даже не зацепил. Любопытно, что Федорова Кликунов использует во всех сочетаниях, то есть и в меньшинстве и в большинстве во всех ситуациях. То есть доверие большое. Еще раз говорю, что Кликунов использует всех нападающих. У него нет такого деления чисто ты оборонительного плана и только выходишь в меньшинстве, ты атакуешь только в большинстве. Я думаю, что к концу сезона конечно будет уже в общем-то и как модно говорить, бригада и большинства и меньшинства, но я смотрел очень много игр в Динамо и он дает всем возможность поиграть. Ну и в этом, кстати, есть некое сходство его со старшим братом, потому что и Сергей ведь играл и в меньшинстве, и в большинстве одинаково хорошо. Я понимаю, что... Я не буду больше сравнивать. Дважды признанный... Вот он опять перехватывает, кстати. Дважды признанный лучшим игроком в уронительном плана в НХЛ. Это очень ценный приз. И при этом выиграл приз самого ценного игрока лиги в начале, в дебюте своей карьеры по сути дела на второй или на трекий сезон. И вновь перехват. И что, неужели... А это опять, по-моему, Федоров? Нет, Федоров вот. Вот Федоров вот открылся и передача не получила. Бросок по воротам мощнейший. Это чутный бросок. А теперь бросок противоположный. Ворот уже следует, но шайба в створ не попадает. Причем, что поражает, вот, наверное, может быть, поэтому и рождаются эти сравнения, именно потому, что и тот, и другой абсолютно экономные движения такие при катании, что у старшего Федорова, что у младшего, имею в виду. Ну, я смогу отметить, что у обоих почти идеально. То есть нет вот этих семеняющих движений, каких-то вот... Нет, мощнейшие ноги и очень низкая посадка, и поэтому очень высокая скорость. Бросок по воротам отбивает шайбу Еремеев. Мощный бросок в синей линии. Ну, и вновь динамовцы устремляются в контратаку. Дмитрий Шит. Динамовцы в полном составе. Вот так же незаметно, как-то, ну, немножко такая вот своеобразная, как, извините уж, за штамп, такой холодный душ был сейчас для хоккеистов Омского авангарда, при том, что игровое преимущество имела команда, но тем не менее сегодня ее хоронит один-единственный игрок. Ну, удивительно, ведь игра в большинстве для авангарда это всегда фирменный знак. Конек. Они очень здорово при любых сочетаниях выглядели в этом компоненте. А сегодня совсем ничего не получается. Курьянов побежал бороться за шайбу, успел раньше него туда защитник, но шайба не вышла из зоны, бросается под шайбу кто-то из игроков Динамо, и дальше уже Еремей видел полет шайбы. Вбрасывание в зоне Динамо. Опять-таки, прошу простить, не вижу я, я думаю, что, так сказать, только мы можем приблизительно судить о том, каков на сегодняшний, вот на настоящий момент хронометраж, то есть сколько сыграно в третьем периоде. Но одно мы можем говорить точно, что Федор Федоров автор всех трех шайб Динамовцев в сегодняшней встрече, и Динамо выигрывает со счетом 3-1. Вот 12 минут, 12 минут идет третьего периода, вторая половина пошла его. Ну, такой, я бы сказал, немножечко даже самоуверенный выход из зоны, уж очень мелкий пас. Ну, вышли из зоны, правда, шайбу потеряли в хоккеисте Динамо. Ну, и эта передача легко перехватывается. Александр Полухин исследует бросок поворотом, и если бы Полухин увидел бы, что шайба отскочила на пятачок, могло бы быть еще опаснее. Ну, хотя вот отмечаем, что он все не очень хорошо играет в большинстве, а ведь надо отметить, что все защитники, которые в прошлом году, в общем-то, играли в этом вопросе ключевую роль, Трощинский, Рибыкин и Кольцов отсутствуют в команде. Поэтому еще так, в общем-то, не на игры инкоминации. Да, потому что ни Бобчук, ни Лупащук, хотя, наверное, они будут прибавлять, но пока они, да, взаимопонимание должно... Ну, Кольцову-то очень сложно вообще заменить, потому что такого плана игрока у нас в стране там может 2-3, а в Омске тем более заменить очень сложно. Тем более, что в Омске он был едва ли не единственный, вот такой вот ярко выраженный, скоростной, атакующий защитник. Можно сказать, полонападающий. Да, полонападающий. Денисово нам показывают крупным планом. 3-1 впереди Динамо. В остальных матчах пока могу назвать текущие результаты. Салават Юлаев, ЦСКА 1-0, Лада Тольятти, торпеда Нижний Новгород также 1-0 в пользу хозяев. Трактор Челябинск, СК Санкт-Петербург. Челябинцы сравняли счет 1-1. По-прежнему Локомотив Ярославский, там уже концовка тоже матча идет выигрывать на Новосибирской Сибири 4-2. Ну и две встречи еще не начинали. Спартак АК МВД и Витязь Нефтехимик. Брошена шайба в зону. 13-я минута третьего периода. Федоров просит шайбу, получает эту шайбу. Играет с партнером. Ну, обратной передачи на партнера не вышло, но здесь успел защитник подстраховать. И как, на ваш взгляд, отрабатывают игроки обороны? Игроки атаки Динамо у себя в обороне? Там невозможно не отрабатывать, потому что это будет жестоко караться, поэтому... Ну, вот сейчас опасный момент. Они бегутся всех ног назад. Никуценик бросал поворотом. А теперь Лупащук бросает. Хороший бросок не успел сомкнуть щитки Еремеев. Лупащук еще упал на синей линии, но подстраховал его партнер. Да ему придет и все-таки адаптируется в наш КиК. Ну, когда я говорил про Лупащука, надо сказать о том, что он очень здорово сыграл в Швеции. Он стал лучшим защитником светского чемпионата два года назад. Затем он провел очень хороший сезон в Финляндии, где забросил решающую шайбу в финальной серии за клуб Керпет, если не ошибаюсь, за который он выступал, победный, стал автором золотого гола. Ну, и вот после этого переехал в Россию. То есть он так по всей Европе попутешествовал и не без успеха. Борьба за шайбу в зоне Динамо. Выигрывают ее гости. И сразу передача вперед. И опять скоростная атака на положение вне игры уже. На смене плана было видно, что левый крайний нападающий уже находится в зоне. Но все равно нападающий, который попадает вне игры, абсолютно только он виноват. Он обязан сделать все, чтобы это вне игры не было. Да, мы видим сосредоточенные лица на мяче и свитывают. И, конечно, недовольны дебютом сегодняшнего. Ну, и соперник не из простых, конечно, для первого матча. Хотя их, в общем, простых-то практически нет уже в этом чемпионате. Ну, по крайней мере, в начале. Я думаю, что все равно градация будет значительной. Вот если у нас сегодня настоящая феерия в исполнении Федорова, то в матче Салават Юлаев-ЦСК Константин Кольцов две шайбы из двух забросил в составе Салавата Юлаева. То есть у нас уже есть те, кто будут возглавлять гонку бомбардиров после первого тура, после первых же матчей. В первом туре, наверное, Федор все равно никто не догонит. Да уж, по количеству голов почти наверняка. Потеряли шайбу динамовцы в своей зоне, но опять-таки надо еще вывести на бросок кистом Авангарда кого-то из партнеров только назад, только через защитника. Передача. Ну, вроде бы неплохо разыграли, кроме последнего пасса. Я уже думал, что будет бросать защитник, но он сделал еще одну передачу. Вернул шайбу на пятачок. Мне кажется, немножко предсказуемо действует Авангард линии атаки. Проезд за воротами и передача на пятачок или вся игра через пятачок строится. Знает об этом но Крикунок знает об этом. А динамовцы они очень как бы плотно играют вот в своих ворот и поэтому там передача такая практически не проходит. Полухин на вбрасывании. Два пятнадцатых номера сошлись. Полухин и Свитов. Примерно семь минут остается играть в третьем периоде. Немножко меньше стала вероятность овертайма, хотя она не исчезла совсем. И даже не потому, что вершайбы легко отыгрываются в течение семи минут. А потому, что я абсолютно убежден, что Авангард с таким положением вещей мириться не захочет. И не хочет сейчас. Пять минут даже осталось. Не семь, а пять. Но это чуть усложняет ситуацию. Но тем не менее Авангард будет биться до последнего. Шайбу за воротами оставляет Николай Игнатов. По-моему, Артюхин не обдаврает. Да, конечно, ты его вернешься. Неужели он упал? Неужели такое бывает? Двоем уже отцепляли. Вот видите, он считает, его сбивали. Успел даже в момент борьбы высказу в футболе этого. Снова в «Динамовце» выбрасывает лучшая бой в зоне. Сейчас можно сказать, что они, наверное, немножко даже сушат игру. Сейчас они уже по счету играют. Главное не пропустить. Появляется на этой звено Бадяков, Федоров и Ячменев. Вот Федоров как раз претенгует Сергей Клементьева. Ну и полноценного входа в зону не получается. А мячей положение вне игры. Чуть прозевали Лайфманы, поэтому зрители недовольны, что свисток поздно раздался. Да, ну немножко разочаровывающий результат для омской публики для начала сезона, но я думаю, что те, кто в любом случае приобретали абонементы и приобретают на матч омской команды не прогадают. Еще очень много матчей впереди и то, что омская команда будет биться за медали, в этом никаких сомнений нет. Все последние три сезона. Омская команда была, кстати, в призах, правда, понисходящее идет ее выступление золото, серебро и вот теперь бронза в последнем сезоне выиграно, так что кто знает, как сложится в этом году. Омские болельщики хотят сначала. Мы говорили в начале игры, что очень много зависит от финансирования и в последнем как бы все менее олигархами становятся мячи, поэтому они не могут сейчас конкурировать в подборе игроков. По подбору судя по всему вообще никто не может с УФА конкурировать, судя по тем приобретениям, которые УФА сделаны, да? Если не даже Саратухину сумудрились уговорить не играть в НХ, парень, хотя там очень хотел быть. Закончилась 17-я минута третьего периода. Три минуты до конца основного времени матча в Динамо, авангард Динамо. Динамовцы выигрывают со счетом 3-1. Мирнов здесь поборолся за шайбу, выиграл очень много времени для своей команды и мало того, шайбу сохранил, еще передача последовала направо на Харитонова, но не успела на нее. Бабчук. Тоже так тяжело Бабчук выглядит. В положении вне игры нельзя брать Шаеву, но... А все уже быстрые игроки, и очень грамотно надеяться у Курьяна. И снова выброшена шайба, причем Динамовцы грамотно ее выбрасывают не под проброс, а просто в среднюю зону. Попов. Борьба была между Поповым и Заболотневым, без нарушения правил она закончилась, но упали оба в итоге. 18-я минута закончилась, ну что, будет снимать про Таряна? Для этого надо еще в зону хотя бы попасть, в чужую. И две шайбы. Ну, а тут уже две или три, наверное, это не всегда так, честно сказать, у нас на результат смотрят. 1-3, это 1-3, 1-4, 1-4. Бросок поворотом отбивает Шайбу Еремеев. Да, пока не вижу я шестого игрока. полторы минуты еще играть. И вот теперь уж наверняка остановка. Ну, посмотрим, я не совсем этом уверен, но тогда надо сейчас, наверное, головосов взять 30 секунд и спрогнозировать вообще-то, как должны действовать эти хоккеисты. Дать какие-то дополнительные указания. Практически ровно полторы минуты до конца третьего периода. Нет, не выходит настрой полевой игры. На выбрасывании Александр Свитов и Алексей Дубяков. Дубяков выигрывает, но подбор остался замечен. И вышли шайбы из зоны. Ну, вот теперь наверное, еще подождем минут, вернее, секунд это 15-20 для того, чтобы уже констатировать победу Московского Динамо в этой встрече. Еще одна остановка игры. Минута буквально с несколькими секундами до конца третьего периода. Ну что, подводя итоги этой встречи, уже некоторые, все-таки будем, да, наверное, уже можно, как вы считаете, их подводить? Скорее всего, Авангард на это играет. Коль это так, вот по первому матчу говорили мы о том, что Авангард уступил в скорости, ну, а Динамо, какое впечатление оставили? Они уже готовы к сезону и, в принципе, показали тот хоккей, какой от них требует крикунок. И тем более они очень, как бы, ну, не они, а, можно сказать, Федор Федоров очень здорово забивал. Были моменты, он все реализовал, в общем-то, тут преимущество Динамо, значит, не. Много, много говорилось о том, что Федору Федорову нужно доверие, нужно доверие стороны тренеров и игровое время. Вот оно у него есть, бросок, кстати, по-моему, сейчас Федоров делал передачу в этом эпизоде. Уже понятно, что раскрылись хоккеисты Авангарда, выбита клюшка у кого-то из Динамо, но еще есть время на то, чтобы отнушайбу отыграть, но здесь здорово, очень внимательно играют защитники и спокойно сейчас выводят шайбу игрок Динамо из своей зоны. И правильно делаешь, он и проброс не сделал, и время идет, остается меньше 20 секунд. Ну все, хет-трик Федора Федорова, шайба Сергея Клементьева, таковы статистические подробности. Динамовцы побеждают в этом матче, с чем мы поздравляем их поклонников. Ну а Авангард на новенькой арене Арена Омск в первом матче терпит неудачу, поражение. 3-1 победа Динамо. Эту встречу для вас комментировали Александр Кузмак и Сергей Гемаев.